всем привет товарищи и девчонки мы вас очень рады видеть и слышать с нами сегодня опять максим он наконец-то выздоровел вот и это очень хорошо что мы втроем можем продолжать делать завтра каст и соответственно помочь вам в этой крайне нелегкой ситуации для всех для некоторых из наших слушателей особенно нелегкой вот и мы хотели в первую очередь начать подкаст того чтобы поблагодарить вас потому что если помните мы прошлом подкасте говорили о том что в общем то сейчас настолько тяжелое время для всех но и как бы для некоторых вообще совсем тяжелое ну и немножко тяжелый для завтра каста вот потому что опять же так получилось что с финансовой точки зрения у нас у всех сейчас так сложились обстоятельства что все не очень и завтра каста там мало довольно осталось сейчас рекламодатель потому что в целом рекламный рынок схлопнулся вообще и ноги закрылись очень многие все поставили на паузу мы решили все же попробовать остаться да мы попросили помощи у наших подписчиков соответственно на патреоне и на бусте если есть возможность занести то мы вам очень благодарны и мы честно сказать не ожидали такой оглушительные обыскал помощи потому что мы за сколько за неделю набрали 300 подписчиков на бусти это очень много ну то есть это больше чем мы ожидали как минимум большое вам всем спасибо и если вы все еще на нас не подписаны то напоминаем что можно нас поддержать на патреоне если у вас зарубежная карта или вы находитесь за рубежом если вы в россии то соответственно busty.to slash завтра каст одну или через подписку выпал подкаст вот спасибо вам большое потому что мы мы действительно совершенно не ожидали совершенно невероятно количество людей пришло это очень круто и знаете ли вдохновляет и поэтому мы стараемся опять же продолжать подкаст тем большим мы получаем какое-то невероятно огромное количество просто отзывов которые нам приходят писем на ю тубе если сообщение в личку да то письма то в личку просто о том что люди очень благодаря что знаете там условно человек сидит в подвале и слышит бомбы и как бы говорит что ну надо хоть как-то отвлечься и конечно мы рады что мы можем хоть чуть-чуть в этом немного помочь как говорится помогли помогами делаем то что умеем я своей стороны напоминаю что эскапизм помогает и как бы мы делаем то что можем и рассказываем вам новости мира технологий возможно видеоигры и даже медиакультуры в общем-то на том и стоим и сегодня как всегда завтра касте номер 250 его бессменные ведущие дима это я тимур здравствуйте как я дам и максимка на заднем плане у которого с тех пор встал на один зуб меньше а ты уже сделала из него куда мне он мне удалили до акула он повесил себе на шею на веревочке хорошо это лучше под под подушку положи вот он может денежку поделать хоть какая-то феоперация будет да да вот ну смотрите ребят на самом деле опять же несмотря на то что рекламодателей вообще в целом сейчас на российском рынке стало очень мало мы благодарны нашим друзьям из пазл english на самом деле за то что они пришли к нам но самое главное то что опять же пазл english напоминаем вам что это вообще супер полезный сервис мол ну принципе но сейчас сейчас он просто его ценность мне кажется устремилась просто до небес да вот я потому что периодически читаю различные форумы там и так далее люди очень жалуются что например хотели бы там поработать например заграничными компаниями там типа или вообще в целом там релацироваться вот но переживать что у них очень низкий уровень английского языка и что мол как бы это очень большое препятствие для того чтобы это сделать но вот пазл english на самом деле точку ртой сервис который как раз помогает с помощью огромного количества гемифицированных механик вам вообще-то ну смочь по сути пойти и подтянуть свой английский язык или изучить ну некоторые области которые вообще не знали там или плохо знали там например слова грамматику там какие-то идиомы там и так далее и так далее и самое главное что пазл english как мы уже говорили до этого появилась новая возможность новый сервис еще и поговорить с преподавателем который в течение 25 минут на с помощью одного урока вам сможет подтянуть вашу речь вот не вообще в целом с вами поговорить и смысл в том что пазл english сейчас идет довольно классная акция вот вы можете купить у них один из двух крутых тарифов соответственно с помощью который называется премиум на пять лет и соответственно премиум ультра вы можете купить с очень большими скидками вот дело в том что прямо сейчас вы можете купить соответственно премиум ультра за 11 990 рублей в него входит премиум навсегда и соответственно 8 уроков с преподавателями и еще одна штука сейчас я про нее тоже быстренько скажу но еще у вас есть возможно купить соответственно премиум на 5 лет за 4 990 рублей вот причем напоминаю что премиум на 5 лет за 4 990 это 1000 рублей в год за просто тысячи упражнений как бы которых новые там очень много вот но и тут надо сказать что не то что мы вам советуем то чего чем не пользуемся сами потому что я например распорвал своему отцу свое время пазл english он активно собственно по нему занимается я прям вижу как у него растет уровень языка то есть это те курсы которые работают из-за которой в данном случае мы вам рассказываем не как ведущие подкасты которым заказали интеграцию я просто сам пользуюсь сам вижу прогресс сам его трек и могу сказать что эти инструменты реально работают очень хорошо ну и очень интересную штуку ребята придумали из пазл english а дело в том что мы уже говорили еще до этого что у них в тарифы премиум входит оксфордский тест настоящий который сертифицирован оксфордом но вот и смысл в том что они сделали новую фичу она заключается следующем что если вы покупаете или тариф премиум на 5 лет или соответственно премиум ультра это который навсегда плюс 8 уроков вот вы еще получаете соответственно вот этот самый оксфордский тест если вы в течение года после покупки в любой момент соответственно как вы захотите идете и проходите с этот самый оксфордский тест и вы набираете от 100 до 120 баллов ну 120 баллов это максимум да то есть типа от 100 до максимальных 120 то есть по сути вы тупо купили пазл english позанимались выучили английский ну или там подтянули сдали тест и вам вернуть 30 процентов стоимость то есть это реально довольно интересная механика то есть по сути у вас есть возможность получить 30 процентную скидку но только если вы реально сдали в оксфордский тест и если вы реально показали что вы хорошо позанимались хорошо выучили английский язык ну и соответственно сдали этот самый оксфордский тест вот мне кажется очень интересная механика так что мы максимально советуем и опять же как бы уроки с преподавателем довольно классные помогут подтянуть немножко речь премиум или на 5 лет или навсегда и соответственно 30 процентов можно потенциально вернуть но опять же очень хорошие вкусные цены особенно с учетом текущих курсов валюты и покупательной способности рубля я считаю что 5000 на 5 лет это вообще как на английский это очень дешево она нет надо брать сейчас пока это столько стоит да переходите по ссылке в описании не забывайте про промокод завтракаст 2022 да вот 2022 вот и соответственно мы переходим к нашей уже практически такой рекуррентной рубрики слухи недели традиционный какой уж рекуррент у нас у нас фактически это самая постоянная рубрика у нас даже иногда впечатления отваливаются а слухи остаются и первый слух которым мы бы хотели с вами поделиться это на одном из серверов дискорда инсайдерском все естественно инсайдерская у нас утекли даты всяких разных игровых ивентов которые будут проходить в ближайшее время слушай ну запомнилась узнали там что 17 марта пройдет презентация стоит of play hogwarts legacy до того как ее объявили официально да и собственно отсюда и любопытность то есть почему мы и озвучиваем эту информацию что здесь кусочек который подтвердился и на основе этого мы типа экстраполируем что и остальной список наверное имеет право на жизнь дождите к я play там есть которые отменили если что нет вот там нету список следующий 22 марта якобы будет playstation vr 2 developer showcase то есть будут показывать для разработчиков работал что может собственно говоря playstation vr 2 23 марта у нинтендо будет indie world showcase то есть бы показывать всякие инди игр которые выйдут на платформе в апреле пресс-эвент по игре gotham knight помните такую да ну вот в мае на зрелом studios что-то покажет и причем говорят марта комбат новый говорят что все будут очень довольны тому что покажет на зрел я думаю что действительно это mortal kombat какой там 12 уже инжастис 3 прикиньте инжастис вряд ли такой популярный как mortal kombat очень популярен инжастис 3 директа база байзак снайдер наконец в июне покажут шоу кейс игры suicide squad и который якобы не выйдет в этом году да и где-то в конце июля либо в начале августа будет презентация 30-летия final fantasy серии и соответственно на этой скорее всего презентации расскажет про финал фэнтези 16 которые я напоминаю только 30 лет final fantasy было в 2017 году в этом году и 35 нужно почему так называется вент или можно 30-летие это просто это просто ошибка в случае не думаете по поводу я думаю что звучит все вполне реалистично к тому же учитывая отмену ей play мы про нее еще поговорим мне кажется что действительно анонсы будут размазаны так как пока кромки хлеба по всему году на абсолютно всех издателей то есть мы вот мы даже видели что у sony был очень слабый state of play на прошлой неделе они хогвартс легаси в итоге в отдельной выделе то есть в данном случае я вполне верю что будет такое раздробное расписание на 22 год говоря про даты эти подождите ка вы верите в слуха о том что это 6 якобы типа практически уже готова но не то что готова на типа уже на финальных стадиях и и в двадцать четвертом году уже выпустят верить хотелось бы для начала увидеть хотя бы картинку в твиттере знаешь потом же увидеть заблюренный скриншот да ну подожди ты же помнишь что родит редемшн 2 анонсировали чуть ли не за там несколько месяцев до выхода ну нет там прошло довольно много времени между работами прошло это да нет сначала была картинка в твиттере на красном фоне были какие-то силуэты и все сразу поняли что речи это родит редемшн 2 но собственно говоря до момента того как тебе показали этих персонажей до момента релиза прошло довольно много времени так что в принципе это наверное вполне правдоподобный слух если например в этом году тебе просто анонсируют gta 6 а в 2024 типа она выйдет два года вполне нормально ты правда я посмотрю что анонсировали родит редемшн 2 октябре 2016 а вышла она уже 2018 так что да слушайте следующий слух раз уж мы говорим про даты слух следующий в steam database это такой сервис который собирает api steam а соответственно собирает оттуда всякую статистику всякие данные обнаружили что у некоторых игр есть некие даты которые так и называются steam api store release date ну то есть грубо говоря это то что должно отображаться в story прикол в том что это новый новый параметр в steam database и до этого не было собственно говоря то что показывается в стиме в строке release date это может быть и цифра и буква и все что угодно а этот параметр отдельный и он скорее всего не должен был быть виден пользователям и его составляют собственно говоря сами разработчики то есть они для себя видимо пишут заполняют две даты выхода одна дата выхода публичная которая есть в магазине другая дата выхода которая видна только внутри самого стима соответственно для чего это может использоваться например steam может таким образом собирать например релизы ну то есть плюс-минус знать что-то а там в апреле у нас выходит там такая-то игра давайте посмотрим что еще выходит апреля а вот эти игры мы поставим на такие такие даже удобства промо дам или для авста фичеринга там типа соответственно разработчики туда ставят ну плюс-минус примерные даты эти даты могут быть известны то есть совершенно точно что там выйдет что-то а даты или этого даты могут быть просто поставлены разработчиками от балды например разработчики hollow night silk song вообще поставили там 2028 год потому что они явно не знают когда у них игра будет готова а прикинь она в 28 выйдет да ну нет и чё слишком долго хотят с другой стороны такой долгострой что может просто напоминаю что было к мессу делали 15 лет до короче на сайте тэк раптера взяли собрали некое некоторое количество игр у которых в датах история указана один параметр а соответственно в этом запросе через api указан совершенно другой параметр и там есть интересные моменты мир двор фортрест которая вышла в стиме добавилась каталог стима у нее в релизе стоит time is subjective типа время относительно то есть мы когда угодно тогда и выйдет но при этом во внутренней во внутренней дате стоит 30 сентября 2022 года либо это заглушка либо это просто примерный срок которому разработчики целятся что вот к 30 сентября мы должны выйти есть и вполне конкретные даты например разработчики dune spice wars поставили 26 апреля 22 года это вполне реалистично потому что по игре видно что она высокой степени готова при этом там есть uncharted legacy of collection то которая вышла на playstation 5 недавно и у нее есть дата релиза на пока 15 июля но то есть нереалистичная реалистичность тоже срока но при этом разработчики frost панка 2 у которого дата стоит 2 января 2024 сказали что эта дата ничего не значит это полная ерунда и в общем-то забейте на эти параметры и все эти релиз дэйт они просто от балды написаны да ну ты же видишь там например kerbal space program 2 написано 31 декабря 21 то есть это уже прошло а играть не вышло да у меня кстати в страничке на сетяме написано вообще 2022 то есть каком-то году в 2022 где-то примерно выйдет плюс-минус или не выйдет или не я смотрю что народ раздул эту всю историю но мне кажется что она реально не имеет никакого отношения потому что это какие-то даты такие плейсхолдеры причем видите некоторые на них вообще забили типа разработчиков кирова не обновляли да поэтому мне кажется на них особо сильно прям обращать внимание не стоит но я думаю что наш рт от лего все в тиф коллекшен действительно пока выйдет ну тут 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 есть вот есть некоторые моменты которые звучат реалистично типа на анчарта да ну просто не раскатывайте это на абсолютно все те даты которые вы увидите потому что это действительно опциональный параметр и многие разработчики заполняют его просто чтобы заполнить да еще одна вещь за которой вы наверное могли следить и за которой наверно который наверное стоит обратить внимание несмотря на то что мне кажется журналисты слегка раздули эту историю это то что из студии initiative которая сейчас делает игру perfect dark эксклюзив экосистемы microsoft на ушла куча народу покопались за журналисты издания vgc в портфолио всех лидов которые вели разработку за нишитив и выяснилось что из студии ушел не только геймдиректор не только главный дизайнер причем очень смешно что главный дизайнер игры вернулся назад в инсомник к sony там еще круче там выяснилось что огромное количество людей которые как раз таки например пришли из ноти-дога без них чуть ли не там половина вернулись обратно да они все вернулись назад в эти есть такая шутка которая гуляет по интернету о том что разработчики из sony приходят в оплачиваемый отпуск microsoft а потом с новыми силами возвращаются обратно делать игры и почему весь этот прикол как бы важный дело в том что если помните когда perfect dark анонсировали каким-то невероятно крутым трейлером и кто-то кто-то из людей кто ответственный за разработку сказали о том что эта игра не 3 а это 4 а квадро и гейм вот никто так не говорил это наш любимый день это явно опечатка была а теперь это игра и тут есть проблема на связанном с тем что опять же когда у тебя различные издания которые там или фанатеют от xbox или просто просто им нужен какой-то новостной повод берут и внезапно находят на линкты не что в за ниште в там присоединился этот чувак и тот и тот и тот и там прям говорят смотрите мастодонты там из инсомник из ноти-дога из sony санта моника короче там и еще из кучи других компаний из кристалл динамикс все пришли все сейчас будут делать просто какую-то невероятную игру ребят просто придержите черепные коробки вот и я когда все это вижу немножко офигеваю как каждому потому что я не знаю ни одну компанию наверное за последнее время которые знаете взяли бы и сказали что вот смотрите искусственно начать накачанную компанию в которой набрали кучу-кучу народу из самых там известных каких-то крутых компаний сейчас они вам сделают игру прям невероятно и и реально выходит какая-то невероятная игра я не знаю ни одной такой студии но слушай это справедливо потому что вообще команда суперзвезд очень редко вообще между это относится к любому виду медиа не только к играм вспомните какие-нибудь супер музыкальные группы составлены из бывших там солистов других групп они же тоже существует относительно недолго потому что ну они все звезды у них естественно начинают сталкиваться эго между собой это это естественный процесс именно поэтому когда сони или нинка говорят что им очень важно выращивать внутренние студии они имеют ввиду именно вот это что органически должна студия прийти к тому уровню к которому она пришла потому что если бы не сони хотели они наверное могли бы нанять любые таланты да у них есть на это деньги и ресурсы но в то же время студия типа гириллы не получилось бы если бы ее сони просто тупо не развивала в течение нескольких десятилетий то что я напоминаю что первой игрой гириллы была достаточно паршивой killzone это был не шедевр это был не horizon это был не тот хит которым можно представлять платформу нет и очень смешно смотреть на вот этот список людей которые пришли за нишетив и там значит ты читаешь ну кто типа пришел из ноти док и дальше смотришь судьбу этого человека ушла в insomnii games ушла в deviation games вернулась в ноти док ушла в 2020 значит вернулась в ноти док вернулась в ноти док смотришь из санта моники ушел 2021 значит никогда не работал сони санта моника мне тоже очень нравится сноска знаешь типа как люди хорошо дайте его был какой-то чувак который говорил что он якобы из sony санта моники он там никогда не работал санта моники кто-то ошибся когда составлял изначальный список такой крутой вы нишите в состав и говорит этот человек из sony санта моника а потом если ты работал вернулся в ноти док ушел в riot кристалл дайнемикса кто-то там перешел кстати сейчас кристалл дайнемикс по слухам как раз и перехватили перфект дарк если вы ждали игру что она выйдет скоро нет она выйдет очень не скоро потому что произошла фактически мягкая перезагрузка проекта и типа он ушел из инсомнику он ушел этот вернулся из в инсомнику он ушел и ты такой а не то есть по факту игру отдали делать другой студии даже не доделывать а просто делать кристалл дайнемикс и ну у нас есть довольно хорошие примеры игру от кристалл даймикс типа там как он делал секса двух частей на пример это не кристалл дайнемикс это эйдос монреаль окей значит ошибся сорян а подождите а этот же о том райдер руки а этот marvel его ждем армал авенджерс это кристалл даймикс вот как бы то есть а подожди-ка а это так марок гарденцов за galaxy это эйда смотрят и даже дико они все они делали все игры по чуть ли не вместе нет и даже помогали другу нет 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 они были студиями поддержки на проектах друг у друга но эйдос монреаль основная студия стражи галактики в любом случае у кристалл даймикс может получиться хорошая игра но а могут получить такие вот такие вот новости говорят о том что она не выйдет достаточно скоро и скорее суши и отжигание травы ли море слышно появится с космари сколько всего было на обещано давай теперь посмотрим сколько из этого до релиз доберется слышите но у ребят помните сколько все было на обещано про halloween фенит вот что ты даже коопа до сих пор не вышло не били же желтому пожалуйста ну не надо ну то есть как бы игре и так плохо дожди ко мне мне тут обещали что графику на релизе подвезут и что в общем-то когда коп выпустят все вернутся что-то как-то и график покажешь не вернули сейчас главное не бухнет тему до поднимут тебе цену геймпасса и будут держать слушайте говоря про новости хардвара тут тоже есть очень интересный слух как вы знаете взломали nvidia у нее утекло абсолютно все и одним из результатов этих утечек стали собственно будущие продукты компании и мы уже за упоминали что в этих утечках была информация о новых ртx на ядре а до always ad 102 и ad 103 это собственно новое поколение карт nvidia которое должно выйти вот в этом году в конце этого года который наверняка почти никто не увидит кроме хуанга знает проблемы с чипами тем не менее если вы думали апгрейднуться на это поколение ну вдруг мало ли подождите потому что у нас вырисовывается по слухам та же ситуация что в свое время была знаменитым поколением gtx 400 и gtx 500 это те поколения которые прозвали печь потому что если ты пишешь gtx на кириллице получается печь но отчасти еще и потому что они были очень горячие и это были достаточно неудачные чипы с той точки зрения что они ну много жрали были конечно производительные но их на было очень тяжело охлаждать здесь примерно повторение собственно того же самого потому что rtx 44080 будет потреблять 450 ватт одна единственная карточка сколько у 38 сейчас примерно потребление 38 250 я больше не замечал вот у меня стоковая 3080 она где-то в районе 250 держится даже в нагрузке когда ты включаешь нейронные модели обучаться то есть она хорошо себя ведет мне интересно зачем такая такие мощности то на чем будет в 10 раз мощнее что ли чем 3 нет просто мне кажется что поскольку они радикально не переделывают архитектуру то есть они фактически делают итеративное улучшение текущей которая реально дала большую тебя вынимает шмотой и больше да дают мощностей и она соответственно больше начинает жрать но самый самый юмор в кавычках начинается в rtx 4090 потому что уже 3090 елку будь здоров но 4090 теперь внимание барабанная дробь 600 ватт только карточка у меня если что весь блок питания 750 а rtx 3040 90 ти ай более 800 ватт 800 ватт короче полтора киловатт не покупаешь только для того чтобы тебе видеокарта завелась да смотри это раздеть а зачем полтора киловатта киловатта для 800 ватт вы хотите сказать что типа весь стальной компьютер уже процессор у тебя 250 ватт который должен раскрывать эту карточку по ее мощности оперативка у тебя и жесткие диски и прочее на сдержки у меня весь компьютер работал в свое время на 400 ваттах там и процесс и типа оператив эти 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 я тебе скину графики новых трэд рипперов с интеллами чтобы тебя там эта реальность откалибровалась под эти карточки просто хорошо ладно полтора киловаттник я преувеличил на киловаттник полюбом нужен новый mac studio меньше 400 ватт потребляет полностью весь мы про него еще поговорим тем не менее особенностью особенностью будет то что pc и ген 5 будет использовать от поколения то есть новый писи и самое главное то есть вот мы говорим что они много жрут но много жрут от не обязательно много греются потому что может нвидея придумал какой-нибудь эффективное охлаждение 4 слота для кулеров будет ну карт в смысле то есть вместо стандартных трех четыре культа да нет нет 4 слота в смысле они у тебя в пися и будут занимать 4 слота 4 нет это про 4 дырки имеется ввиду именно то есть там будет реально 4090 или какая до 4090 будет у некоторых моделей ну то есть ты понял да то есть это будут такие огромные фактически видеоблоки которые будут занимать половину твоего корпуса но с другой стороны 4090 это не та карта которая знаешь ну типа консюмерская а ты знаешь мне кажется у nvidia как всегда поколение тик-ток то есть ты вот одну карту у них ну в смысле одну серия у них супер удачная вторая серия так себе то есть 1080 прорывная серия вот десятая серия 20 серия демо версии rtx по факту то есть это та же 10 серия да и на скотче туда прилеплены эти блоки 30 серия супер удачная 40 серия печь вот 50 серию наверное имеет смысл рассматривать в любом случае посмотрим что получится потому что учитывая то что сейчас творится на рынке полупроводников то что сейчас творится на рынке чипов вообще nvidia спокойно может просто взять перенести эти карты на следующий год но потому что торопиться строго говоря некуда у 30 серии до сих пор нет внятных конкурентов в вопросе производительности нет мд нет кого-то еще но и собственно цены тоже не благоволят к тому чтобы обновлять валу как модельный ряд поскольку даже на западе мы сейчас вообще не говорим про расти рубль и ограничения даже на западе купить rtx 3080 prrc практически невозможно слушайте я вот сейчас смотрю на характеристики которые якобы слили соответственно 30 40 90 вот и там говорят что у нее будет чуть ли не 90 тра флопс вот то есть как бы у 30 90 у нас якобы 37 6 тра флопса у 28 стей было 16 тра флопс вот а тут будет 90 вот причем что интересно там будет 24 гигабайта соответственно памяти gddr 6x супер быстрой ну и насчет того что сколько она жрет вот 30 90 жрала 35 350 ватт а это якобы будет жрать 450 1 750 но никто не знает сколько именно на самом деле слушай ну это же все те характеристики которые как бы утекли утекли но возможно что они поменяются к выходу этих видеокарт ты же понимаешь что они сорвали все внутренние документы nvd в которых все радмапы чертежи и вообще все было ну то есть как бы тут реально мурад мапу условно несколько лет вперед они не смогут за несколько месяцев до релиза все поменять а чуть и удивляет характеристика в тра флопса ну я то есть понять нафига почти 100 тра флопс это еще фоне фоне не факт что они будут ты не на типа для работы я понимаю для тренировки нейронок тоже понимают для майнинга тоже понимаю но типа там это же якобы игровая карта не 30 40 90 это не игровая карта это аналоги титанов грубо говоря как раньше были то есть это очень брали титаны из линейки на издали их на 90 карт а игровая это будет 40 80 там 40 70 вот это будет игровой фланг игровой флагман на этом у нас слухи недели кончаются давайте перейдем к новостям и первая новость она немножко забавная может даже чуть-чуть поднимет вам настроение в эти простые времена помните у нас уже мемом стал нашем подкасте том квенсе x-define это такая call of duty про том и квенсе про которую сами юбисофт тихонечко забыли на полгода после анонса слушай они не просто забыли про нее они забыли про нее прав вполне определенной причине дело в том что x-define очень плохо приняли люди просто невероятно плохо и связано это непонятно с чем то ли с раскраской вот этой вот непонятный который там была игра выглядела как смесь фортнайта понимаешь что эта игра выглядит он инспайлинг она выглядит как такой типа очень плохой клон смотри вот если бы его показала бы какая-нибудь непонятная компания типа пбг корпорейшн да или там какая-нибудь инцент овская ноунэйм студия и подкнули пальцем скале ну как какая-то ловну типа очередной такой говношутан про него даже никто не вспомнила чего ожидали собственно ну да а когда тебе показывает юбисофт в рамках франшизы том и клэнси как бы у тебя несоответствие ожиданиям и тому что ты видишь просто разрывает жопу вот и как бы ну ты ты реально вот опять же ноунэйм студия тенсента какая-то да похеру пожалуйста ну выпускайте нам посрать да а тут как бы ну народ естественно начал взбухать потому что ну типа ребят как-то планочку то вы слишком сильно уронили для франшизы уронили то не уронили но но собственно следующем дело в том что юбисофт убрала под заголовок том клэнси и вообще убрала это это имя из названия игры и она теперь называется просто xdefend ну то есть как бы типа отдельная игра юбисофт оригинал типа рида оригинальная игра юбисофт а вот мне вот интересно и чё какая нам разница прямо предрекаю знаешь что у этой игры будет ровно один в один точно такой же путь как у их шутана про гравитацию который был учета хайпер что-то там помнишь хайпер с кейпс хайпер с кейпс или как-то один в один будет судьба просто вот прям сто процентов по неделям будет то же самое набирают людей в закрытую альфу и эти люди должны будут подписывать индей я уверен что через час после старта все утечет естественно в сеть а потому что люди не очень умные вы плохо относитесь к юбисофт а я могу сказать так это же альтернатива call of duty бесплатный call of duty ах да он же есть по сути по сути альтернатива варзоне если что на это пошло но есть это не знаю короче посмотрим чего-чего будет но в любом случае учитывая что там колда тоже на месте не сидит они активно осваивают новые ниши мне кажется поезд уже уехал просто понимаете что как бы в каждом из такого рода battle royale есть свои какие-то направления то есть там какой-то ультра гипербыстрый шутан типа с очень быстрыми механиками от первого лица это апекс легендс до мультяшные смешные персонажи с кучей коллабораций с марвелом диснеем с чем угодно это вот вам фортнайт и там чуть четко для детей вот помните недавно был видео у данки видеогейм данки где он поиграл фортнайт и он пошел играть там в вот этот типа режим который временно по моему был или я не знаю он остался лет типа который полный клон а могу со вот и он зашел и просто каждом лобби одни дети то есть нам же нужно чтобы люди разговаривали и обычно фортнайте ну ты играешь ты ну ты же часто не слышишь что эти люди говорят что не в других складах типа да а тут ты сидишь и слышишь игроков других и он сам по моему тоже охренел то что просто одни дети только дети играют как бы но я чё что тебе x-define мне почему-то кажется что как но вот голову тети он такой типа для более взрослых чуваков с такой чуть более реалистичный варзона такая типа как более универсальная и более классно пбг остался для азиатов вот ну как бы по моему уже все это поняли у нас и где фан типа не вписывается или что мне кажется что у него нету какой-то свои фичи у него нет кора аудитории который бы вот конкретно у него засела и какого-то лица какой-то фишки это вот геймплейные такой штуки которые показали бы чтобы ты понял что ага вот он вот этим вот этим отличается от всех остальных поэтому в него типа люди будут играть да ну там найдется какая-то своей аудитории это вот ну как это совершенно безликая игра как этот дженерик и в ней непонятно вообще кому для чего зачем и есть фишка которая полностью опровергает все твои аргументы и она звучит очень просто эта игра бесплатная его фишку плене игра огромное количество бесплатного да но это новая free-to-play на игра в которую как тебе пойду всего помогло это такой крючку вот или нашу так игра от amazon studio которую разрелизили слушайте говоря кстати про amazon кульш мы его затронули тут переключимся от игр на кино амазону наконец-то мы уже даже забыли про это хотя писали сами наконец-то спустя достаточно много месяцев разрешили таки за восемь с половиной миллиардов долларов купить метро голдвин маяр это один из голливудских мейджоров и со сделкой про самый со львом помните который да тот самый где котик такой орет в золотую унитазную дырочку просто сам джемом очень интересно поскольку все там уперлись бонда все там уперлись какие-то такие франшизы хотя бонд как раз в сделку не входит с той точки зрения что у бонда все еще остается театральное окно согласно условиям этой сделки это было одно из требований продюсерского дома брокколи который собственно держит права на бонда мгм здесь выпускает выступает исключительно как прокатчик не владелец этой франшизы и вообще про что это сделка давайте я расскажу потому что очень многие не понимают зачем она нужна амазону или понимают неправильно и самое главное не понимает что вообще купили мгм это очень большой развлекательный конгломерат и у мгм с одной стороны есть киностудия с другой стороны как и у диснея и очень многих других старых голливудских мейджоров у них есть очень много бизнеса который сориентирован на венюс что называется на таких развлекательных площадках которые как бы с кино пересекаются но не напрямую если у диснея это парки а я напоминаю что парки диснею приносит чуть ли не половину их прибыли это вообще не кино но то у метро голденмайер это казино в голливуде в кислу в голливуде в лас-вегасе то есть огромное количество денег мгм генерирует казино я только сейчас зашло что я начинаю понимать почему у многих метро голденмайерских фильмов снимали внутри казино да потому что они одни из крупнейших инвесторов владельцев и куча мест в вегасе имеют приставку мгм чего-то там и прикол заключается в том что вот этот кусок компании никуда не делся он не продается мазону он остается независимым бизнесом он даже по не меняет вывеску и теперь прикол вот этот кусок бизнеса стоит ровно столько же за сколько amazon купили кинобизнес то есть и там есть еще какой момент дело в том что покупают в первую очередь ради огромного количества франшиз который принадлежит амазону библиотека фильмов именно даже не только библиотека фильмов а еще и франшиз потому что например всякие типа основной инстинкт там крид роки блондинка в законе там полтергейст соответственно всякие рыбокопы старгейт и тельма и луиза огромное количество всех старых айпи да то там брайдер короче великолепная семерка пи чё это розовая пантера соответственно и самое главное что мы им джем и принадлежат еще и права на сериалы которые они сняли это фарго и рассказ служанки и викинги которые сейчас очень хорошо на самом деле идут в викингов какой-то новый по сезон или у меня новый сериал ну такой типа викингов перезапустили у них еще и очень крутая команда соответственно в том числе продакшена м джема которые в том числе как раз много чего снимает поэтому amazon себе купил как бы такую карманную во первых пачку франшиз кучу фильмов для своего amazon прайма который потом соответственно кучу команд которые могут круто что-то еще там снимать и умеют это делать вот и потенциально в будущее себе пробил дорогу для того чтобы снимать по всем этим франшизам какое-то клевое кино для своего сервиса вот поэтому сделка довольно интересная 80 миллиардов долларов по современным меркам это не очень много вот и самое главное что когда вы сравнивать найти там типа восемь половины инстаграмов нет если привести на современные деньги то инстаграмм стоил бы тот же за миллиард долларов это было почти 2 миллиарда долларов вот потому что инфляция у доллара довольно большая вот особенно с 2010 года но да надо просто сказать что м джем купили с премиум прайсом то есть он на самом деле стоил дешевле его купили дороже поскольку чтобы вы понимали вообще как шла эта борьба с бэклок в основном борьба шла с бэклок на самом город еще apple хотела тоже там apple вписалась во всю эту историю и amazon просто предложила такой чек чтобы даже apple не смогли перебить все вот отсюда эта цифра взялась поскольку так активных проектов м джем был не так много кассовых успехов тем более иначе бы студия не продавалась и она до последнего собственно как она оказалась в этой ситуации на до последнего надеялось что откроется театральное окно выйдет новый бонда купит все расходы и студия выкарабкается не выкарабкалась да тушите она фикс тут рассказал о том когда выйдет сериал по резиденты валу и я могу сказать так вы видели вообще ну то есть как он выглядит вообще и как он их кто в нем будет играть я могу тебя так сказать мои ожидания и так невысокий бот холли факт они сегодня показали пост раскали что resident evil сериал выйдет с 14 июля на нетфликсе и самое интересное там это то как вот на полигоне написано синопсис всего этого сериала значит зачитываю шоу расскажет о историю о дочери альберта уэскера год 2036 на дворе спустя 14 лет после того как смертельный вирус вызвал апокалипсис по всему миру джейд уэскер борется за выживание в мире захваченным кровожадными зараженными и безумными существами джейд преследует ее прошлое в городе нью раккун сити леденящие души связи ее отца с корпорацией амбрелла но главным образом то что случилось с ее сестрой биле так подозреваю что ей сестре воткнули этот т-вирус или или тип того так вот угадайте кто играет альберта уэскера которые я напоминаю что блондин его в темных очках в я я не открываю сделаю предположение учитывая современ точнее тренда а последнее где я просто какой-нибудь уэнс рэддик лэнс рэддик играет действительно уэскера и этот афроамериканец из прослушки можете его поэты слушайте я я скажу вам так лучше всего его люди все наши слушатели скорее всего знают или как командир завалу из дэстони или как сайланса из horizon zero dawn потому что сайланс он еще там не только его озвучивает ну и подарил ему полностью внешность а еще он играл в quantum break и да кстати слушай я я смотрел тут сериал новичок я про него расскажу еще и там появляется персонаж в определенный момент его играет шэн эшмор актер шэн эшмор и я такой блин блин где я увидел где вы увидел где вы увидели на четвертой серии да черт подери это же с quantum break а главный герой а подожди а я перепутал с его братом который чарли из ласта ну я могу сказать что вообще сериал возможно получится не таким уж прям говном почему первых его снимает константин фильм который снимал соответственно всю серию резидент его с милой ович вот хороший плюс по твоему или что но эти люди смогли снять довольно большую пачку кассовых фильмов на которых ходило много народу и в общем-то всем под пивко нравилось что он никакого отношения к игре не имел да да которые вот они написали этот сериал не имеет никакого отношения к игре кроме имени персонажа считай что это спин-офф вот той огромной пачки фильмов которые снял муж милый ович пол андерсон да да считай что это спин-офф то вот этой пачки фильмов и далее ему зеленый свет потому что делает та же самая продакшн компании сказали окей без милый ович но как бы мы сейчас наберем прикольных актеров туда-сюда netflix сказал у вас есть рейшел-квоут те сказали не вопрос короче все сделаем вот и все как бы вот вот он формула как бы и если ходили на фильмы они на них ходили на них куча народу ходили они очень хорошо собирали да и не очень дорого стоили поэтому собственно и продержались только в кинотеатрах но просто с резидентом очень смешно и грустно немножко потому что резиденты игровые классные в последнее время что седьмой резидент что восьмой резидент они реально топовые восьмой резидент одна из моих самых любимых игр в прошлом году но при всем при этом произведение по резидент ивел что американские дерьмо и трэш от орвида выбрать но самый главный японцы то не лучше потому что сиджи фильмы по резиденту просто атомное дерьмище и ты такой что вообще происходит но мне кажется что в резидент ивеле давайте говорить откровенно в самих играх тоже сюжет не блещет так то там подача крутая ну да это правда короче надеемся если посмотри сериале на подачу я правильно вас понял вообще если так взять как бы вообще сериалов где типа фиговый сюжет всратой как бы но классная подача прикольных всяких каких-то там хорроров боевиков и так далее таких фильмов на самом деле сериалов много ты сидишь такой ну да посрать что там типа какая-то дичь происходит да я могу вам сказать что вот я смотрю второй сезон же этого соответственно воспитанных волками вот там уже такая наркомания происходит ну просто уже прям лютая наркомания но настолько интересно что ты сидишь и прямо с открытым ртом смотришь и такой типа окей я понимаю что это полная дичь который ридли скотт там просто взял свои вот эти все библейские там мотивы перемножил обязательно древо там познание его там яблоко туда-сюда короче и так далее да типа обязательная змея вот это все вот там божественное вмешательство там типа есть про праматерь короче все вот это надо обязательно туда сделать и ты такой как бы окей ну блин ну так прикольно и музыка классная и снята прикольные и тебе уже становится все равно как ну короче есть надеюсь лучше что резидент его будет хорошим нет я надеюсь что получится по крайней мере как бы что-то такое нормальное то есть хороший корище не получится да знаете что точно не получится чего мы не увидим в этом году как выясняется не будет никакой конференции от electronic arts дело в том что они сказали что ей life которая должна была проходить в этом году и не будет и у меня возникает вопрос это чё получается ей внезапно поняла что с бутыл филдом что-то как-то не сложилось и надо бы побольше времени наверно разработчиком у нее нет игр и ничего у нее у нее смотри какая ситуация у нее ситуация в том заключается что с одной стороны как правильно заметил тимур никаких крупных новых три полей на этот год но так получилось у студии нет battlefield провалился развитие battlefield провалилась по факту то есть родмап не оправдался dragon age находится в разработке dead space на следующий год только планирую хотя не вы показывали недавно совсем то есть какие-то проекты которые мы можно было бы на выставке похвастаться они пока все в активной стадии разработки и самое главное даже спортивный сегмент под вопросом потому что сейчас у ей очень большие терки с фифой самой федерации футбола и вообще непонятно будет ли на выходе вот игра в этом году называться фифа я футбол 2022 да то есть в данном случае ей действительно нечего презентовать и мне кажется очень многие крупные издатели тоже к этому придут поскольку просто все игры которые сейчас делает я например по star wars скорее всего они в том или ином виде покажут на 4 мая а больше тем ничего показывать у них реально все больше ничего нет поэтому даже нету спиджи мертв все остальное все мертво он мы же не знаем этого точно но скажем так понятно что в этом году им явно нечего показывать а вы не думали еще о такой вещи что они могут в принципе не устраивать ей play потому что их какие-то игры могут быть показаны на конфликт microsoft или там sony они так размажут то есть они те пар партнерские проекты которые у них с санями типа футбола они покажут на конфе sony те проекты которые у них с майкрософтом теперь не знаю nfl какого-нибудь они покажут там вот и зачем тратить деньги на собственную конфу если на нее контента просто не остается они просто объявят буквально в мае о том что электроник раз была куплена playstation вот и поэтому все игры будут показаны на state of play летом а прикинь их купит инцент я думаю что мы скоро узнаем эти новости я думаю что даже до лет так что посмотрим ну и напоследок такая около игровая новость она касается у нас уже теперь компания md nvidia мы уже обсудили а md обновили свою технологию fsr который собственно занимается темпоральным апскейлингом запустил технологию суперсемблинга rsr которая типа еще более улучшенная и особенность а мдшного подхода от dlss отличается в том что во первых это не машинное обучение поэтому там немножко иной алгоритм и он работает похуже до сих пор заметно похуже но из плюсов этот алгоритм доступен на абсолютно любом железе включая железо от nvidia это первый момент включая консоли в том числе да включая консоли а второй момент тот что этот алгоритм доступен в тысячах игр то есть если dlss требует от вас интеграции на уровне драйвера требует от вас интеграции на уровне движка и кстати предъявляет требования к движку это важно то fsr фактически прикручивается на уровне api и он уже сразу работает с вашей игрой и если для владельцев там двадцатых тридцатых карточек nvidia это все не очень актуально потому что действительно они получают гораздо более крутой алгоритм лице dlss то вот владельцам например десятых карт nvidia и девятых карт nvidia давайте скажем честно мы надолго зависли с теми гпу которые у нас сейчас есть это скорее хорошие новости потому что это огна полностью платформа а гностик технологии которые наплевать на чем работать и в этом плане md большие молодцы да fsr все еще мылит да у fsr все еще есть проблемы с артефактами но технология потихонечку улучшается и тот факт что ей абсолютно наплевать у тебя карты nvidia или md и какого она у тебя поколения вот это на самом деле очень классно ты знаешь при этом я могу сказать что то что они показывают на примере деслупа вот и то что они показывают с тем когда fsr работает соответственно в режиме там quality я тебе могу сказать ты знаешь что довольно круто выглядит потому что местами даже когда сравнивается с нативным разрешением по разницы почти нету при том что когда смотришь что там про месяц сравнение к скринов fsr 1 и fsr 2.0 ты прямо понимаешь что на fsr 1 был качество ну типа так себя мылил очень сильно мылила а тут прям намного меньше мыло стало но надо смотреть в динамике сколько будет еще в динамике и будут ли какие-то артефакты потому что даже замечательный dss местами артефакты достаточно серьезно ну глянем глянем от любом случае хорошая новость и опять же если у вас карточка md вы можете попробовать по моему уже сейчас ну короче я в первую очередь смотрю на это хорошо с точки зрения того что это на консольки притащат и вот и условно какие нибудь игры начнут их использовать чтобы например там типа не 40 fps выжимать и потом такие ну раз мы не достигли 60 тогда вот вам лог на 30 куда или там допустим какие-то нестабильные там 60 там допустим 50 fps возьмут на прикрутит на fsr вместо какого-нибудь там типа чекерборда и внезапно может быть хорошая картинка 60 fps получится вот и это даст возможность каким-нибудь играм которые даже не рассчитывали сделать performance мод или рассчитывали его сделать там с разрешением 1080p например как бы тут раз 1440 сделал с fsr в 4k но прикольно же как бы почему нет тут и тут я вспомнил что у голс вар токио на ps5 будет 6 графических режимов есть честно очень не учится представляю как это будет работать как бы хотя посмотрел вообще 4к 30 4к 60 потом стилингом без стилинга 2к с рейт рейсингом 2к с без рейт рейсинга и так далее 120 потому что играм герл выглядит не так очень прям круто вот поэтому фиг знает посмотрим вот то что но мы возвращаемся теперь уже практически традиционным новостям который происходит в россии вот они связаны с тем что как вы знаете россия стремительно опускает железный занавес ну вот и по тем или иным причинам в россии заблокировали одну из самых популярных социальных сетей вообще вообще ever там говорили чуть ли ну по каким по некоторым оценкам половина россии в ней сидит это человек не сидел если убрать стариков и младенцев то в принципе я думаю что плюс-минус половина населения у нас там типа и сидит до сих причем судя потому что вот я прямо сейчас открыл ленту мы говорим про instagram если что вот дело в том что так или иначе компанию мета пытаются на данный момент еще не признали но пытаются признать экстремистской вот таким образом обесценивая абсолютно полностью вообще как таковой термин экстремизма потому что ваши котики внезапно становится экстремизмом вот и соответственно очень было интересно посмотреть за всей этой истории сразу с нескольких так скажем точек зрения да потому что во первых было интересно посмотреть как например все супер крупные блогеры у которых там по 15 миллионов там пользователей чего-нибудь с этой аудитории делать ну то есть будут ли они их обучать пользоваться vpn будут ли они перед пытаться их перевести в какую-то другую социальную сеть из тех что осталось вот ну типа например там telegram vk там больше не одноклассники же вот и соответственно многие начали создавать реально телеграм-каналы начали пытаться эту аудиторию перетаскивать и тут было интересное исследование которое проводил наш друг Денис Ширяев как бы но но не очень верное потому что он пытался сравнить максимальное количество подписчиков условно в инстаграме у условной там Ольги Бузовой вот и как соответственно вот она опубликовала ссылку и интересно вот типа какое количество людей перешло там за один день и он такой он там два процента но это на самом деле фигня полная потому что так сравнить конечно нельзя вот а потому что я объясню вот потому что все же знают что на самом деле количество людей которые в целом вообще видят твои посты в инстаграме существенно меньше чем количество твоих подписчиков вот то есть я могу сказать что например например у меня ну еще это на самом деле зависимость нелинейная в зависимости от количества подписчиков потому что например чем больше у тебя аудитория тем процент вовлеченную аудиторию будет меньше и чем меньше аудитории обычно он больше то есть грубо говоря например у меня вот сколько у меня там что-то пять тысяч по моему или четыре с половиной тысяч подписчиков что ли в инстаграме у меня например stories в среднем просмотров полторы две тысячи ну то есть практически там треть-половина моей аудитории видит мои stories при этом я не удивлюсь если на самом деле условно Ольги Бузовой там видит там пять процентов то есть не 30 процентов не там 50 процентов а пять процентов и вот она допустим бомбит вот этими ссылками да и из 15 миллионов ну увидела в лучшем случае там полтора миллиона человек да да и мы все знаем что конверсия по ссылкам тоже всегда не очень высокие потом количество людей которые подписываются тоже не очень высокие но я при этом могу сказать что это очень интересно еще если посмотреть с точки зрения там админа телеграма канала что ты вот сидишь такой типа спердишь там со своим каналом там у которого там 10 тысяч подписчиков да и тут у тебя приходят какие-то девочки которые кружочки постят да там типа со своими лицами как они там в постельке лежат да у них там пятьсот тысяч пользователей миллион полтора миллион миллиона пользователей в телеграме ну и конечно в этот момент мне кажется больше всех охренел конечно павел дуров и команда телеги потому что у тебя приходят люди у которых запрос к твоей социальной ну даже мессенджеров с функциями социальной сети вообще другой этот запрос совершенно другого рода и я напомню что практически в первый же день появился конкурс от телеграма на 40 тысяч долларов программисту который сделает пас по сути по факту фильтры и маски для телеги stories они хотят сделать и поговаривают что stories они прямо сейчас с горящей жопой делают чтобы они появились тоже телега вообще в принципе не очень предназначен для этой истории потому что у тебя нет какой-то общей ленты знаешь типа который ты листаешь и тебя все подряд и из всех твоих каналов это очень удобно это можно исправить знаешь каким образом и по общей ленту добавить не не так смотрел у тебя должен появиться новые entity так называемый это типа твой твой публичный пост то есть ты типа должен сделать некий пост который уходит всем твоим подписчикам тебя как типа никого того канала который привязан к твоему аккаунту то есть персональный канал так скажем не очень понимаю ну короче грубо говоря у тебя есть вот save messages это когда ты сам себе посылали а теперь писать все что у тебя есть у каждого пользователя есть он нажимает специальную галочку допустим появляется персональный канал и типа я понял и типа как бы соответственно ты постишь что-то персональный канал а вот и соответственно и сделать отдельную вкладку внизу там где знаешь звонки и сообщения там настройки сделать отдельную вкладку лента и по сути у каждого будет некий персональный канал в котором он что-то постит и она алгоритмическим образом появляется там как бы проблема в другом что кто-то будет кэшит постить и там типа 20 раз напишет буква как бы и посему и типа у тебя будет такая просто мешанина из говна вот ну это уже проблема у павла дурова и всех остальных но это потенциально это можно реализовать таким образом но это как бы то что касается вот перетекание аудитории больше всего конечно меня в этом плане удивило вот что что конечно народ у нас такой что у тебя ну там типа чего угодно тебя блокируют как бы все сидят и такие ну окей какое-то говно происходит ну окей ну хорошо вот и в общем то как бы народ пытается приспособиться почему к любой хуйне которая происходит вот и пена стоит да и ставит vpn и я могу сказать что вообще в целом конечно количество людей которые поставил vpn огромное потому что например у меня даже куча моих знакомых людей которые как бы вообще вообще никогда не интересны ничем подобно начали спрашивать типа чего кого как ставить vpn я сегодня везем картинку из китая где-то года 2016 или 2017 и так далее и там просто вот идет чувак по улице и там вывески такие знаешь типа установка ipn поможем вам вернуть фейсбук там типа google и прочее ну естественно это рассчитано скорее не на китайских людей а на туристов которые приезжают китай но сам факт игры это пусть как у нас на картинке помнишь вот этой мемной картинки где там типа установку ipn недорогие веб-сайты там типа и помнишь когда еще telegram блокировали свое время в изменная картинка все ходила по каналам и чатам вот примерно то же самое будет то есть я не уверен что в принципе можно с этой историей как-то справиться потому что ну да сблокирую что десяток и пьянов и возьмет десяток ну я хотел на это взглянуть немножко с другой точки зрения дело в том что инстаграм получит уж там сидит половина населения россии вот это очень такой серьезный инструмент сразу по многим направлениям для российского населения во первых огромное количество денег зарабатывать деньги причем мы не говорим про успешный успех да там типа даже курса . и прочее нет я и да я имею маленький микробизнесы по сути ноготочки пекари там цветы продают буквально там рестораны кафе кофейни потом эти автомастерские всякие детейлинги там и прочее там стоматологи и прочее 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 потому что многие из них реально весь свой бизнес строили на инстаграме и естественно все эти люди сейчас дико паникуют у многих из них начинает просто рушиться на глазах бизнеса а это те самые люди которые во первых зарабатывают деньги во вторых тратит эти деньги таким образом поддерживают экономику россии и конечно во первых когда у тебя начинают потихонечку эти деньги исчезать из экономики это плохо это первое второе когда ты начинаешь злить этих людей которые раньше всегда все были политичными это тоже довольно плохо ну вот и третий момент это то что ну огромное количество людей которые принимают решение о блокировке они сами сидят в инстаграме дочери различных политиков там типа сестры и жены там и вот это все они сами сидят там они сами там строят свой бренд и так далее и если оттуда уходить то куда у тебя остается телеграм который неудобный для вот этих всех по сути скроллов бесконечных stories рилс там типа постов и так далее лайков импульсивных там вот этого всего кадрения друг друга типа через там огоньки там и так далее же не забывшими там за мужем там так далее это все неудобно вот поэтому пойти этим людям больше некуда ну давайте признаем кто что к сожалению века на данный момент как бы ну это по сути фейсбук ну то есть которым навернули огромное количество функций которые были сворованы там с разных мест но это все еще фейсбук это не не инстаграм то есть аналога инстаграма в россии нету а и за ближайшее время не получится это самый важный момент да и там были какие-то попытки сделать какие-то свои ответа роз грамм я вот читал недавно хотели какой-то сделать еще какую-то ерунду но в любом случае даже если это запустится там типа когда-то это на реализацию уйдет огромное количество времени а уж о том чтобы туда перейти пили пользователи и речь быть не может да и вот и конечно это все очень чревато я думаю что это все понимают и чиновники это понимают остальные поэтому они же не просто но они как бы заблокировали чтобы посмотреть на что будет народ конечно типа пока еще не возбухает у нас народ вы знаете по истории россии что возбухает вообще довольно медленно зато потом мало не покажется вот и смысл в том что здесь такой момент что инстаже и причины по которым ее якобы заблокировали она же их как бы откатила переобулась на лету компания мета вот и поэтому формально когда сейчас случится сута он прям должен случиться ближайшее время да вот о признании экстремизма вполне возможно что на этом суде скажу что тепло ну ребята пошли на встречу все сделали нормас все круто короче так что не будем блокировать инсту и может быть ее даже разблокируют знаете что но с другой стороны есть и другие довольно херовые я бы сказал сигналы о том что могут и youtube заблокировать например здесь есть еще больше проблема дело в том что мне очень понравилась история я тут читал в одном из каналов telegram как один из пропагандистов российских короче которые там прям эти ковровым бомбардировкой там типа рассказывает про всякую дичь попытался создать себе канал на превозносимым всеми абсолютно вообще там пропагандистами аналоги youtube и rutube вот который я напомню вам что был заброшен много раз уже как бы и он создал там типа канал загрузил туда ролики и говорит что прошел день и только два из них отправились на модерацию в смысле ролики которые смотрят да то есть он что-то по-моему что-то 6 или 10 роликов что ли загрузил короче то есть они мало того что толком не транскодится а те которые за транскодились отправились на модерацию и соответственно только после этого их нужно запустить как модерация их по сути как бы промодерировал то есть вы понимаете насколько отсталый механизм ну вообще rutube учитывая что в нем и так сейчас мало народу роликов мало насколько там все плохо вот что нужно плохо неплохо это никогда не мешало властимущим просто взять и заблокировать нахрен нет это помешает смотри у тебя вообще вся россия сидит на ютубе то есть если в инстаграме сидит половина россии ютубе сидит вся россия потому что youtube смотрит уже даже бабушки вот ну то есть вообще все и недаром в youtube пришли практически все государственные компании я могу сказать что когда в свое время все там мои знакомые сидели и смотрели условно противопоставляли говорили что телевизор же смотреть вообще отстой как бы да а вот в youtube уже круто там же есть там какого там big russian boss и вот это все я просто значит делал каменное лицо и вот у меня просто у меня даже у меня так бровки бровки поднимались я говорю ребят так это же есть телевизор смысле так это же все проекты тнт типа практически все хайповые проекты на ютубе которые вы смотрели это были проекты тнт который даже если вы не знали что это проект тнт это был проект тнт вот а или впоследствии газпром медиа вот и поэтому соответственно вкладывались бабки в youtube просто нереальные он используется как там плацдарм для пропаганды для обкатывания огромного количества всяких вещей да самое главное каналы сейчас заблокированы а монетизации все телеканалы не получают поскольку youtube за санкции все это заблокировал и как бы не можешь уже зарабатывать на youtube ты можешь это делать если ты это делаешь аккуратно как бы потому что всякие там каналы оля условно антиваксеров условно оголтелых националистов оголтелых там типа про потом путинистов там и прочих всяких чуваков или наоборот они не заблокированы понимаешь и у них часто может быть там 500 тысяч подписчиков миллион там два миллиона подписчиков ничего не не заблокировано все у них нормально и все они на самом деле спонсируются оттуда но оттуда откуда надо вот я бы не читал другую историю я тебя перебью немножко у тебя очень позитивный взгляд на вещи ты считаешь что условно инсту разблокируют рано или поздно да ты считаешь что youtube не заблокируют а я тебе могу сказать что сейчас уже начали даже в пиены банить вот эти вот люди которые из инстаграма пошли в ставить себе на мобилы в пиены потихонечку да там всякие их уже рубанули то есть роскомнадзор их рубанул на тспу а я тебе напоминаю что тспу стоит у крупных провайдеров то есть и не получится отделаться каким-то мелкими провайдерами не совсем скорее сегодня тебя заблокировали 5 на завтра второй послезавтра заблокируют youtube и никто ничего не сделает я этого боюсь что скажем так не совсем ты мыслишь немножко как бы так скажем семистично как кратк кратк краткосрочно вот смотри во первых в пиен не совсем блокирует в том виде в котором ты думаешь дело в том что например вот я сегодня ставил девушки протон в пиана которые делает церковь без названия спасибо вот тут можешь вырастить какой-то да какой чемпион короче я устанавливал свои девушки вот недавно сейчас довольно хороший в пиен вот и соответственно я могу сказать что ты знаешь когда ты должен там зарегистрироваться должен ты поставил но он тебе там типа приветствуем вас типа сейчас будет регистрации у тебя крутится крутилочка и пока ты не идешь в другом в пиене херовом короче не нажимаешь включить у тебя не запускается нормальный vpn чтобы просто тупо зарегистрироваться но потом потом он все нормально работает он подсоединяется куда надо все делается короче сам процесс регистрации изначально актуализации вот он как раз таки потому что он идет на серваки условно там по доменейму который блокируется да вот там короче плохо все а вот все остальные сроки все работает смотри в чем проблема ты собу и dpi до который стоит на русских провайдерах он позволяет блокировать конкретно протоколы то есть сейчас существует ну там ну плюс-минус три протокола самых популярных для vpn это open vpn в эргард и там какой-нибудь epic например да старый и если рубить по протокольно то ты можешь абсолютно все что какую-либо vpn сблокировать вообще любой и собственно говоря так сделано в китае единственное что работает там это шедоу прокси но с шедоу прокси есть проблема другая для того чтобы она работала тебе нужно чтобы на той стороне там где интернет не заблокирован дал какой-то сервак на котором ты поднимешь этот сервер этого шедоу прокси а к нему будешь ходить клиентом вот прикол в том что шедоу прокси мало того что медленный очень медленный то есть youtube ты уже не посмотришь через него то есть там 2 мегабит допустим у тебя там 500 мегабит к дома и там 100 мегабит когда а будет 2 мегабита ну то есть как бы в 480p будешь смотреть youtube только если так а второй момент он ну как бы ты ты должен обладать техническими знаниями для того чтобы на той стороне развернуть какой-то сервер и там что-то поставить то есть нет такой истории что ты пошел какой-то vpn там с appstore или там с google play взял и поставил одной кнопочкой нажав такого не будет я вот этого боюсь то что это произойдет рано или динка есть проблема она связана с тем что тебе нужно каким-то образом людям в уши что-то выливать и тут у тебя получается что каналов для вливания в уши становится очень мало и как только у тебя люди привыкшие наблюдать за ловишь лайф прекрасной жизнью других людей в ю тубе инстаграме и так далее и мечтать что сейчас они все прикольно классно сделают успешные успеха и так далее типа и сейчас и у меня появятся миллионы на биткоине на привлечении воронки успеха на чем угодно блин там понимаешь и вот у тебя люди сидит целая нация которая как бы по сути сидит там прошу прощение там зарплатой в там 200 300 500 долларов да но сидит мечтает потому что они видят что типа вот есть успешный успех можно это сделать да и тут тебе берут и говорят что типа так вот это не смотрим вот это не смотрим сюда не смотрим и это не дело и тут ты такой ну чё ты делаешь ну ты же не будешь телевизор смотреть потому что же не дурак как бы ты уже привык не смотреть телевизор вот и вот у тебя соответственно начинается вот этот этап когда ты посмотрите как прекрасно россия без наркотиков да Да, да, да. Ты смотришь вокруг одно говно. Я согласен с тобой. И вот ты понимаешь, с точки зрения политики, это очень напряженный момент, когда у тебя огромное количество населения начинает внезапно открывать занавески и смотреть куда-нибудь в Сызране, как бы в марте, как она выглядит. На улице Байкана. Тьфу, господи, Барнаул. Да. И как бы, в общем-то, не очень хорошего. Есть очень плохой пример одной страны, в которой, как бы, это все помогло. Китай. Да. Давай какая? Китай. Китай. В Китае параллельно у тебя есть гипертрудоспособная нация, которая умудряется, как бы, за счет своего количества, за счет того, что у тебя, типа, у 500 миллионов человек не получилось, а у других 500 миллионов получилось, понимаешь? И берут и делают для всех остальных что-то крутое. А тут у тебя есть 140 миллионов человек, из которых прямо сейчас довольно большое количество людей, как бы, уезжает отсюда и не хочет заниматься ничем внутри, понимаешь? И, как бы, в Китае они в какой-то момент этот, что сделали? Они пресекли тем, что, как бы, начали давать какие-то очень крутые преференции, и у них огромное количество народу начало все-таки оставаться и что-то делать внутри, делать бизнес, укреплять экономику. Она укреплялась, соответственно, и так далее. Они этот этап проходили очень долго, и у них нация к этому была очень трудолюбивая и очень подготовленная, понимаешь? И их было очень много. На каждого, типа, на 10 неудачников был один удачник, удачливый чувак. У нас нету такого количества людей, у нас не столь трудоспособная нация, и, как бы, у нас ресурсов, как бы, хоть и есть, но эти ресурсы невозможны, ну, у нас нету вот этой вот возможности все это правильно сделать, понимаешь? Потому что после... Либо даже если есть, это все равно потребует огромного количества времени. После условного Советского Союза Китай пошел и сделал то, что мы видим сейчас, а после Советского Союза Россия сделала то, что мы видим сейчас. И поэтому надежды на то, что будет, как в Китае, нету, потому что, мне кажется, даже наверху во властных структурах даже у них уже последние надежды тают на это. Если ты видел последние новости за последнюю неделю... Можно признаваться, пожалуйста? Нет, я просто к тому, что какое количество преференций ввели для IT-отрасли, которые все говорили, что «А можно было, пожалуйста, эти преференции, ну, типа, год назад, например, сделать? Ну, там всякие супер-пупер ипотеки, какие-то безумные выплаты, уменьшение недофейла, уменьшение налогов, того, сего, пятого, сего, сего». Типа, как бы, ну, ребята, вы немножко, типа, опоздали с этими всеми преференциями. Надо было их вот тогда делать. А сейчас все эти безумные преференции, которые вот буквально за неделю тебя просто делают, это показывает, насколько на самом деле все понимают там, наверху, что, как бы, отток происходит настолько безумный, что, как бы, нужно хоть как-то всех этих людей, ну, заставить остаться. Да, как бы, ну, и сам понимаешь, поэтому я думаю, что, возвращаясь обратно к Инстаграму, к Ютубу и так далее, я думаю, что очень аккуратно будут это делать, потому что это две самых популярных социальных сетей в России. Как бы, и у тебя еще остается ТикТок, который сейчас в таком, типа, во внутреннем... В подвешенном состоянии. Да, который в подвешенном состоянии, и в ТикТоке все-таки, конечно, сидят не вся Россия, условно, вот. А тут, а вот в Ютубе и Инстаграме сидит, и слишком много было вложено денег и усилий, соответственно, российской пропагандной машины для того, чтобы там, как бы, закрепиться, и по максимуму, как бы, ну, вот, прям встроятся вот эти think tanks, так скажем, как бы, да, вот эти паттерны мышления русских людей внутри этих социальных сетей, вот. И довольно удачно. И все это похерить, как бы, самим себе выстрелили в ноги, я сомневаюсь, что они это будут делать, вот. Кстати, по поводу всех этих историй в одном контексте совершенно. Тут появилась новость, которую, знаете, как говорится, ее опровергли, но так опровергли, что сразу понятно, что все правда, вот. Якобы Яндекс собирается продать два своих сервиса, которые, так скажем, наиболее контроверсивны, ровно с той самой позиции, о которой мы только что проговорили, там, почти 10 минут. Да, это Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен. Да. Якобы есть какие-то покупатели. Ну, не то, чтобы покупатели. Говорят, что на внутреннем совещании в Яндексе, когда руководитель Дзена приходил к своим коллегам и говорил о том, что вот у нас планируется продажа, он говорил, что покупатели выстраиваются в очередь. Но основным претендентом это холдинг ВК. Ну, то есть, ВК... На втором месте говорят РБК. Да. По поводу Дзена. Я правильно понимаю, что Яндексу просто сейчас не до соцсетей? Не совсем. Смотри, Яндекс – это международная компания, которая всячески планирует свою экспансию на Запад. Огромным количеством технологий, стэка и так далее. И вот у тебя есть два проекта, которые тебе как два таких жирных черных пятна на твоей рубашке белой такой, на твоем белом плаще, от которых тебе надо избавиться. С одной стороны, это Яндекс.Новости, которые уже, по-моему, стали притчей в Языцах о том, что, знаете, прошу прощения, сейчас будет, знаете, типа, вот в Англии произошел взрыв, а в России хлопок. Ну, понятно, что там пишут новости, которые, скажем так, проходят очень сильную цензуру. Там их собирают. То есть, в этом-то весь и ужас, что это якобы алгоритмический сбор новостей, где алгоритмом выступают нужные люди. Я, конечно, не буду шутить пропагонные. Нужные сайты. Да, короче, но нужные сайты, нужные новости, как бы, а не нужные, не попадают в алгоритмическую, созданную и курируемую роботом ленту, понимаете? И, ну, это уже, по-моему, все над этим поражали за последние, там, типа, годы. Вот. Поэтому это, ну, даже можно не обсуждать. А насчет дзена, особенно смешно то, как Яндекс всячески пытался его продвигать, всячески пытался его делать. Я могу сказать, что я ходил на их мероприятия, где они вытаскивали каких-то суперпопулярных, суперкрутых блогеров и говорили, смотрите, вот как тут пришел человек и там пишет про моду, и у него там просто миллионный охват, и мы ему платим деньги, там, и так далее, и так далее. Вот. И огромное количество сайтов, на самом деле, хотели тоже, типа, ну, или там проектов, медиапроектов, хотели попасть на дзен, но в отличие от того, что всегда рассказывал Яндекс прекрасно, красиво про дзен, все, на самом деле, знали, что дзен – это просто крикбейтная помойка. По факту… Это даже не крикбейтная помойка, знаешь, я просто ворвусь. У меня, я просто сразу объясню нашим слушателям, зрителям, что я так пропал. Ну, просто ребенок, его надо купать, а он сегодня бесится, но я очень хочу по поводу дзена все-таки вкинуть свои пять копеек, меня жена пока перехватывает. Я могу сказать, как человек, который работал очень долгое время в региональных СМИ и периодически еще с ними работал какое-то время после, это была такая удобная трафикокачалка. То есть ты писал какой-нибудь гороскоп в Зеленодольские ведомости, привязывал счетчик к основному ресурсу и просто так это прокручивал по факту посещаемость на счетчик. То есть в этом плане дзен, я не знаю, какие там блогеры, понятия не имею, какой там топовый контент, но я знаю, что СМИ сами активно его использовали для скама. Ну, я скажу так, что если вы открывали главную дзену вашу, которая как бы персонализирована, куда бы вы ни ходили, что бы вы ни лайкали, короче, скорее всего у вас там будет что-то типа, что ты даже не представляешь, с кем теперь испытал у Пугачева, или типа русские открыли портал в Гиперборею и так далее. Вот, ну то есть там совершенно безумнейшая дичь всегда вываливалась, то есть даже совершенно адекватно люди там проводили даже эксперименты. Крысы-бутанты в подвалах Кремля. Ну да, типа того, то есть когда ты реально мог зайти, там люди эксперимент проводили, делали новый аккаунт типа Яндекса, проходили по всяким технологическим нормальным сайтам типа там Хабра, всякие там ВЦРУ, ТЖОРНЛ, там типа потом брали, заходили там в самом дзене прям по поиску, типа там PHP, Python, там Java какая-нибудь и так далее, и там все равно были крысы в подвалах Кремля, понимаете? Ну то есть типа все равно он работал просто очень отвратительно, как бы. И естественно отдавал дзен огромное предпочтение российским государственным СМИ, типа РИА Новости, всякие РИА ФАН там и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, ну это второе черное пятно на белом плаще Яндекса, вот, поэтому совершенно очевидно, что они хотят его продать, вот, и я могу сказать, что я, конечно, желаю ребятам удачи, но... ВК выглядит как потенциальный покупатель, в принципе, наверное, так и будет. Как они это будут пытаться интегрировать в себе, я не понимаю, потому что у ВК потенциально есть, конечно, свой собственный, по сути, такой... А можно хот-тейк? Механизм, ну, точнее, механизм статей, потому что я напомню, что вообще в какой-то момент ВК начал сильно продвигать алгоритмически статьи, которые написаны типа как пост, который разворачивается, и там прям текст нормально оформленный, там, как статья, вот. Они начали их прям пушить, вот. Нахерна им дзен при такой, как бы, механике? Я не понимаю, это первое. А второй момент, Яндекс.Новости, типа, тоже им до хрена ВК, как отдельный сайт, как отдельная главная часть, как отдельный... Новости можно купить кто-то другой. Как РСС для того, чтобы подсаживать на экосистему ВК всякие разные СМИ, потому что Яндекс.Новостями, опять же, пользуются всякие сомнительные холдинги активно для того, чтобы прокачивать трафо через всякие районки. Но я просто хотел сказать, что вообще надо понимать, что и у дзена, и у новостей, основной их медийный ресурс — это главная Яндекса. И когда они с главной Яндекса пропадут, очень большой вопрос, зачем они нужны. Ну, это мой такой взгляд на проблему, как человека, который плотно работал с тем и с другим по работе шесть лет назад. И если с дзеном я еще не очень хорошо себе представляю механизмы, я не буду здесь выеживаться, я действительно не очень знаю, как это работает, то с новостями я знаю все очень хорошо, потому что новости были моей зоной ответственности очень долгое время, пока они не скуривались. То есть я отвечал за то, как формируется РСС, заголовки, мы работали по партнерской программе, мы были крупным СМИ, пускай государственным. И, в общем-то, весь трафик лился через главную Яндекса. Если ты убираешь главную Яндексу, то для СМИ пропадает любой смысл присутствовать в Яндекс.Новостях. Ну да, это будет какой-то отдельный сайт, на который еще надо зайти. Будут ВК-новости. Да, с ВК отдельно идет трафик. Или РБК-новости. Ну, ВРБК и так пишет, знаешь, новости, без алгоритмической ленты. А будут типа агрегировать как-нибудь. О, котятки, сейчас вернусь. Слушайте, я хотел еще сказать в этом контексте, кстати, и вообще в общем контексте всех этих историй по поводу того, что типа у нас там импортозамещение сервисов там, и непонятно, кто кому приходит. Может быть, вы знаете, тут около Газпромовские типа круги запустили соцсеть, которая называется Япи. Это что-то такое типа а-ля ТикТок свой собственный. С маленькими, с короткими видео или что? Да, ну вот. Ну там типа есть возможность сделать коллаборейшины с различными, короче, звездами и с различным контентом типа из, в том числе, лицензированных источников. Я просто к тому, что в свое время, несколько месяцев назад, я был на закрытой презентации этого проекта, который, если уж будем честны, делала команда что-то среднее между Газпромом и Сбердевайсом. Это типа совместный проект Сбербанка и Газпрома, Газпром-медиа. И они его прям представляли и говорили, причем они представляли как два разных проекта, потому что один типа должен был быть другой, а вот этот проект типа они тоже как представляли, по-другому назывался он должен был быть. И они с таким прям так заливали, как это будет круто, как это будет классно, вот это все, короче. И я тогда спрашивал у ребят, которые его делают, говорю типа, вы знаете, я не вижу вообще никаких перспектив этого проекта, он просто никому не нужен. И они такие, нет, 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 ну ты, конечно, задаешь правильный вопрос, ну мы видим вот эту аудиторию и так далее, типа, и я прям смотрю, как, ну у них ни хрена не получается. Ну типа прям вот я вижу, как они говорят, что у нас там рост на 60%, так я думаю, ну конечно, если у тебя 100 пользователей плюс 60% получается целых там 160. Ну типа да, вот. Ну это, конечно, полная херня, и я к тому, что типа они показывали еще второй проект, который как бы должен был быть тоже отдельным, и он был более крутой и очень интересный, и если они его сейчас запустят, то мне кажется, вот он взлетит, он заключался в том, что по сути можно было с помощью искусственного интеллекта генерировать биты и, соответственно, автотюном делать как бы нормальный голос, и ты мог по сути как бы взять буквально любую фразу наговорить на видео, типа, вот, тебе уникальные биты делаются, вот, и как бы куча всяких фильтров, и, соответственно, ты можешь или в одиночку, или с другими людьми вот так же спеть, и за тебя по сути как бы и автотюн с искусственным интеллектом, и биты с искусственным интеллектом, и ты по сути ничего не сделал, а получил трек. Типа караоке онлайн? Ну, нет, типа, по сути, как бы такая возможность создавать типа, типа, тик токов только внутри этой социальной сети с возможностью выгрузки и загрузки там на тик ток в инсту куда хочешь своих собственных треков, причем эти треки позволялись еще внутри сервиса лицензироваться, и если ты хочешь, ты мог бы их выпустить, и они бы даже автоматом попадали, если, типа, ты более-менее набрал какой-то там охват, то можно их практически автоматом выпустить чуть ли не в Apple Music и Spotify, там, вот, и так далее. И вот эта идея была очень перспективной, очень классной, и жалко, что они ее не сделали, вот, а вот это сранить сделали, и я просто к тому, что у нас огромное количество команд с даже бюджетами, с возможностями делает поебень какую-то полную, вот, и это касается не только типа там Сбера или еще кого-нибудь, это касается в том числе там Яндекса и там остальных компаний, очень часто возникает какая-нибудь, помнишь, например, в свое время был аналог Твиттера от ВК, который назывался Футубра. Это было так давно, что я даже не помню, да, да. Вот, и он же вообще не взлетел, вот. А помнишь, когда блокировали Телеграм, был там-там. Сейчас говорят его реанимируют. Да. А лишь как ICQ, помнишь ICQ? Да, ICQ перезапускает уже 15 раз, по-моему. Ага. Ага. Уж извини, как бы... Ну, ты же можешь всегда поступить по модели ВК и взять разработчиков Телеги и попросить их сделать для тебя, как бы, там, вечерком, вот. сделать тебе типа аналог ТикТока, понимаешь, как бы, какая проблема, вот. Я бы не удивился, я тебе серьезно говорю. В любом случае, все эти охрененные инновации, они все рассчитаны на долгое время и нельзя просто так взять и заменить ни Инстаграм, ни Ютуб, ни Яндекс.Новости, Яндекс.Дзен, так что все эти истории... Хочешь, я тебе расскажу свое интересное, ну, не то что откровение, я всегда это знал, но как-то никогда в жизни не сопоставлял это в единую картину мира, а потом, знаешь, а потом как понял, вот. Щелкнул что-то, ну. Да, как бы, ну, в России вот ты когда приходишь на работу и ты спрашиваешь, типа, сколько зарплата? Да. Что тебе говорят, вот, как бы, какую тебе зарплату говорят? Ну, на руки. На руки, хорошо, а, как бы, вот, за какой период, за то, за что, чего, за месяц. И на руки, типа, без налогов, без всего, правильно? Потому что налоги же тебя платит компания. Правильно, когда ты приходишь в любую компанию в Европе или в США, тебе никогда не говорят зарплату за месяц, тебе говорят за год, потому что горизонт планирования у американцев и европейцев год. А у русских месяцев. А у русских месяц. Слушай, ты говоря про все эти офигительные сервисы и горизонты планирования, здесь наконец-то случилось неизбежное. Помните, был такой сервис... Подожди-ка, я хотел сказать важную штуку довольно. Она в контексте наших еще друзей из Selectel, кстати, довольно-таки интересно звучит. Дело в том, что мы тут говорим по поводу импортозамещений и прочих всяких штук. Тут, знаете, популистски, сейчас очень принято популярно говорить популистски с нулевым горизонтом планирования. Ну, то есть люди, которые это... Когда люди это говорят... Я это называю лишь бы пиздануть, вот это так работает. Да, ну, то есть люди, которые это говорят, как бы не понимают, что они наносят просто непоправимый ущерб стране, как бы просто даже сам фактом, что они это вообще произносят вслух. Некоторые люди начали говорить о том, что надо бы национализировать сервера компаний, которые уходят из России. А то, типа, чего они стоят, мол, как бы, и вообще, раз вы ушли из России, вы там предатели, вот это все, короче. Ну, в общем, ваши серваки мы тут сейчас отформатируем, типа, и будем использовать, вот. С чем это связано, как бы. Дело в том, что в России уже перестали вообще поставлять сервера, вот. Причем, вплоть до того, что, говорят наши друзья, замечательный Китай, который нас поддержит, вот, компания Huawei, на серваках которых довольно большое количество сервисов крутится сейчас в России, ввезла свои серверы, но не отдает их никому и говорит, что, типа, ну, у нас распоряжение, типа, из Китая, короче. Ну, то есть, нельзя отдавать сервера, вот. Поэтому говорят, что прирост государственных вообще сервисов, которые так или иначе крутятся в IT, то есть, это госуслуги, там, всякие, там, МОС.РУ, там, и прочее, 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 ЕМИАСы, там, и вот это все, всякие, там, налоги, налоговые, там, МВДшные базы, всякие, там, интернет-офф-тингс, знаете, вот эти камеры с распознаванием лиц, камеры, там, типа, для штрафов, там, и так далее, и так далее. Все это требует огромное количество серверов, вот. И поговорим, что на самом деле количество этих самых замечательных серверов в России на данный момент, при текущих, как бы, там, рыночных ситуациях, их хватит на 2-3 месяца. Не хватает, дефициты. Поэтому говорят про то, что, типа, заберут сервера у других компаний. Да, и поэтому, как бы... Использовать в своих целях. Да, вот. И что интересно, что, опять же, как бы, тут мы начинаем еще вспоминать про то, что, типа, опять же, вот, например, сейчас заблокируют YouTube, допустим, вот. У тебя есть... Для Рутуба нужны сервера, где ты их возьмешь, да. Да, а у Рутуба просто нет серверов, вот. Или для Росграма, или как он там называется. Да. Или даже для Тамтама и ICQ. Вы понимаете, что вот я рассказывал про эту историю про пропагандиста, который, там, типа, загрузил ролики в Рутуб, и который даже транскодится, там, не все начались за день, понимаете. И это в текущем моменте, как бы. А представители сейчас уходят из YouTube, и все говорят, ну, все, пошлите все в Рутуб. Он просто упадет. Да, он не выиграл. И у тебя просто не будет альтернативного сервиса никакого. Его просто не будет. Потому что серверов нет для этого, как бы. И у тебя, соответственно, начинает буксовать вообще абсолютно все. И представьте себе, что у вас всякие, там, госуслуги, там, распознавание лиц, камеры, там, и прочее, прочее. Закон Яровой, на секундочку, который подразумевает хранение абсолютно всех данных, там, всяких мессенджеров, сайтов, вообще всего. Для операторов связи в основном. И ты знаешь, я слышал историю, что уже неофициально говорят о том, что неплохо было бы закон Яровой отменить. Ну, то есть, как бы, хотя бы временно. Ну, то есть, как бы, чтобы не тратиться на жесткие диски и сервера, типа того. Да. Причем поговаривают, что хотят отменить пошлины на ввоз из Азии. Ну, то есть, это из Китая, там, типа, всех остальных стран. На SSD-процессоры, там, типа, и на кучу всего остального, включая SD-карточки, там, и прочее. Потому что, ну, просто понимают, что патовая ситуация совершенно. Да, надолго не хватит. Вот, и поэтому ситуация такая, что в текущей... Ну, на 2-3 месяца еще что-то хватит. Потом просто все или начнется отключаться, или что-то начнет страдать. Или какие-то, так скажем, непрофильные вещи начнут просто, типа, временно отключать. Вот. Или выключать совсем. Да. То есть, вы не удивляйтесь, если какой-нибудь рутюб просто закроют, и его серваки заберут для того, чтобы там работала, условно, камера, там, дорожного движения. Или гусус-слуги какие-нибудь, да. Нет, гусус-слуги точно будут работать. Да, слушайте, кого тоже отключат скоро. Да, вот откуда серваки... Да вот-вот-вот куда серваки пойдут в оборот. Это, на самом деле, история началась еще задолго до текущих событий, поэтому она как раз, наверное, просто так совпала, да, время. Но эта история никого не удивила. Кауб. Тот самый сервис коротких видео под музыку, который мог бы стать нашим вайном, нашим тиктоком и чем угодно, если бы его развивали нормально, а не как бы развивали. Все-таки закроется 1 апреля. Вы можете прямо сейчас зайти скачать архивы своих каубов. Каубов. Он кауб, а не кауб. Он кауб, да. Вот. Его так называют сами создатели. Кауб. Не знаю, как его называют сами создатели. Сами создатели называют его сервис закроет с 1 апреля. Но у меня там до сих пор есть замечательный кауб, где... Или кауб, где идет в Alien Isolation Чужой, может, помнишь? Да-да-да-да-да-да. И он идет по этой станции космической, короче, идет-идет, и играет музыка из Destiny, где кабал стомп. И играет джун-джун-джун-джун. И Чужой шагает, и у него на хвост прилипла конус, да. И он такой проходит мимо, очень смешно под музыку. Блин, это мой любимый кауб был, надо его выкачать, пока он закрепился. Ну, при любом раскладе до 1 апреля у вас есть срок, чтобы все выкачать. Я сам в свое время даже вирусился на этом сайте, но, к сожалению, продавать его начали еще в прошлом году, и там была очень такая грустная, трагикомичная, я бы сказал, история, когда Влад Цыплухин, это директор комитета, искал покупателя на коуб через Facebook. Типа, пацаны, мы продаем готовый бизнес, все дела. Это, знаешь, как пост на Авито, типа, пивная в центре города, все готово. Понимаете, прикол в том, что, по сути, коуб стал предвестником TikTok. И им просто нужно было сделать очень просто, им же нужно было просто выпустить нормальное мобильное приложение, в котором можно... И зацепиться со всеми соцсетями. В котором можно было бы, в первую очередь, снимать самого себя или снимать чего-то другое, сделать видеоредактор. То есть не загружать ролики, а как бы снимать. И смысл в том, что они же... Ну, по сути, этот сервис родился во времена, там, лепры, во времена, как бы, веба, который был полностью не мобайл-сентрик, а, типа, десктопный веб. И поэтому, конечно же, загружение гифок и прикрепление трека, как бы, было очевидным. Но нужно же было подстроиться под мобильные реалии, когда у тебя нет музыки, когда у тебя есть возможность снять что-то, а музыку можно было бы взять, например, там, типа, из какого-то каталога, да, и где-то, соответственно, этот подцепить. Они этого не сделали. Слушай, ну, у них же было какое-то мобильное приложение, разве нет? Они не смогли сделать то, чего требовалось от них, понимаешь? Вот. И в итоге он так и остался нишевым проектом. Вот. И я тебе могу сказать, что комитет, когда его, видишь, купил, им нужно же было срочно его переделать, как бы, но у них этого не получилось сделать. Я, когда разговаривал с Денисом Ширяевым, он как раз тогда отвечал за ДТФ, VC, T-Journal и так далее, и когда они покупали Кауб, он говорил, что там, внутри самого Кауба, или Кауба, так технически все плохо было сделано, что для того, чтобы разобраться, как это работает, они потратили огромное количество времени. Вот. Ну, то есть, как бы, возможно, что этот сервис сдохнет просто потому, что его достаточно тяжело поддерживать. И, опять же, я не очень понимаю модель монетизации. Ну, то есть, как ты себе это представляешь? Реклама должна была быть. Реклама отдать или... А, там была? У тебя... Не, ее очень легко продать через, по сути, встраивание в ленту, как бы, между Каубов... Рекламных... Реклама, который, типа, выглядит, как будто бы он, как бы, типа, нативный, а на самом деле это просто с одним из арбитражных сервисов соединяешься и покупаешь у них то, что они в преролы отдают, просто-напросто туда вставляешь все. Ну, короче, Mobile First не сработал. Да, тут с Каубом все стало понятно в тот момент, когда ты постил ссылку на Кауб в Твиттер, она не прикреплялась с Плеером. Все. И тогда ты понимал... Вообще он нигде нормально не работал. Он в свое время, как бы, работал через три колоды... Все интеграции полностью пропустил. Абсолютно. Да. Вот. Я просто могу сказать, что так получилось, что у меня есть просто лучшая подруга. Вот. И у нее есть брат. И, как бы, у них там целая тусовка, у ее брата, короче. И я с ними очень давно дружу. И вот у него, соответственно, у брата есть жена. Я тоже с ней очень давно уже дружу. Вот. А она как раз двоюродная сестра Антона Гладкобородова, который создал Коуб. Так, и чего? Я очень много интересных историй знаю, которых, к сожалению, нельзя рассказать. Вот. Но смысл в том, что ребят, на самом деле, они уже очень давно бросили Коуб. Вот. Когда даже не только его продали, они еще до этого его вообще забросили прямо по полной программе. И вообще не парились по поводу него. Они начали строить кучу других интересных каких-то проектов, там, пытаться их, как бы, ну, чтобы что-то выстрелило. И они построили кучу проектов интересных. Вот. Что-то выстрелило, что-то нет. Вот. Но они забросили его очень давно. Вот. И как бы поэтому я не удивлен, что, если честно, я думал, что он закроется намного раньше. Вот. Я, честно, скажу, что... Сам Антон думал, что он закроется намного раньше, как бы, но, видите, он почему-то прожил. Он еще немножко протошнил, да. Да. Слушай, это сервис, который был внутри Твиттера встроен. Вайн. Вайн, точно. Понимаешь, в чем прикол? Дело в том, что Вайн был отличный. И... В Вайне были контент-криэйторы крутые, которые, кстати, потом перебрались в ТикТок и Инстаграм. Да. Просто, как бы, Вайн в свое время был убит тем, что в Инсту наконец-то... Нет, в Инсту наконец-то встроили нормальный видеоредактор и видосы. Потому что, когда выходил Вайн, в Инсте толком не было видосов. Они были, но они были очень плохие. Да, картинки были, да. Плохие. Вот. А Инст очень быстро своровала, типа, модель Вайна, сделала более-менее нормальный там редактор какой-то, очень встратый, но все-таки. И позволял... И еще появился Снапчат все же, который тоже перетащил на себя. И Снапчат, да. И, как бы, по сути, люди, которые снимали Вайны, перешли туда в Инсту, как бы, потому что было более все понятно. А Твиттер, вместо того, чтобы, типа, нормально развивать Вайн, они забили на него хер и закрыли. Вот. Я могу сказать, что то же самое они же сделали, они, по сути, встроили Перископ внутрь Твиттера. Вот. И зачем-то тоже, как бы, забили на него хер. Да, при этом Перископ работал замечательно. Среди всех вайвстриминг-сервисов, на которые мы отдавали в свое время видосы, у Перископа было самое хорошее качество. Запредельное качество и отличный транскодинг, да. Да, да, и работал он прекрасно. То есть, они до сих пор работают. Я периодически вижу, как разные всякие издания перископят в Твиттер, как бы, ну, это, по сути, внутрь встраивается. Но есть проблема. Она заключается в том, что конверсия в лайвстриминг в Твиттере не очень высокая. Потому что, например, когда я вижу какой-нибудь условный, там, Wall Street Journal, там, типа, лайвстриминг, и у них там смотрят, типа, тысячу человек. Ну, ты понимаешь, что, типа, у них там просто астрономическое количество подписчиков, да, а смотрят тысячу человек всего. Ну, то есть, типа, это очень маленький процент конверсии в просмотре. При том, что, напоминаю, что совершенно спокойно, например, лайвстримы в Инстаграме, они работают довольно хорошо. Но они, знаете, почему хорошо работают? Потому что мало кто лайвстримит. Я вам могу сказать, что я, если я захожу в Инстаграм, почти никогда, ну, я там подписан на большое количество народу, почти никогда никто не лайвстримит. И изредка, там, какой-то один или два аккаунта максимум я видел одновременно, чтобы меня лайвстримили. Вот. Потому что люди боятся лайвстримов обычные, типа, и, как бы, они обычно, что, там, какая-нибудь девушка встает, показывает себя и такая начинает пытаться отвечать на вопросы, типа, это выглядит очень тупо, и они тут же это сворачивают. Вот. Нормально лайвстримить? Стримы в Одноклассниках. Да, вот я вспоминаю, как мы стримы в Одноклассниках нажимаем, и такой, окей. Слушайте, говоря про разочарование от вещей, к которым мы привыкли, что все будет хорошо, тут появились первые обзоры на Apple Studio Display, тот самый, который показали на презентации Apple на прошлой неделе. И они достаточно грустные. То есть я почитал специально не только те обзоры, которые пишут технологические сайты, потому что там, понятно, там свой угол такого про-пользователя, но не очень углубленный. Я почитал еще и обзоры сайтов типа Deep Review, которые пишут про фотографии. У них профессиональный обзор этого монитора с точки зрения именно контент-креэйшена, то есть как вы будете это обрабатывать, замеры гамм, ну вот эти все задротские штуки. И это, в общем-то, не очень хороший монитор, с какой стороны ни посмотри. А что у него нет? В нем 5К же, да? В нем, с одной стороны, 5К, в нем, с одной стороны, неплохая цветовая точность, Delta E меньше одного, неплохое покрытие гаммы DCI-P3, это тоже важно, если вы работаете с современными цифровыми форматами. И у него отличные встроенные колонки. Это, кстати, пишут все, что очень хорошие встроенные колонки, очень хорошие встроенные микрофоны. Я могу тебя перебить, но вот у меня на MacBook'е, тоже я когда слушал колонки MacBook'а на M1, я очень удивился того, как они сделали. То есть как бы у тебя, по сути, маленькие пищалки, но качество звука очень крутое. Я абсолютно так же офигел от качества звука в своем iPad Air. Он шикарный совершенно для его габаритов. Но дальше начинается минус. Плюсы на этом заканчиваются. То есть если вам нужен 5K iOS, то есть вот без масштабирования, прям в нативном разрешении iOS, класс, берите, замечательно. Но проблема в том, что монитор стоит 1600 долларов. И это, а вот теперь следите за руками, 8-битный монитор, 60-герцовый, ввысь, значит, у которого отсутствует HDR, у которого в 8-битах не очень хорошее покрытие гаммы sRGB и Adobe RGB, а это те две гаммы, которые, в общем-то, очень популярны все еще, у которого есть проблемы с равномерностью подсветки, у которого отсутствует local dimming, то есть локального затемнения нету. И это значит, что у вас нет черного цвета, у вас есть грязный оттенок серого. И самое интересное, что за такую цену вы можете купить 2 4K телевизора, которые будут гораздо лучше по своим фичам. Или 2 монитора. Я смотрю, еще все ругают веб-камеру, потому что тут даже вот на Virgin, у меня картинки, качество камеры просто отвратительное. Да, и веб-камера нормально устроить, блин. Да камера-то нормальная, софт кривой, судя по отзывам. И Apple уже, вот в момент, когда мы пишемся, Apple уже выпустила стейтмент, что она обещает, типа, обновлениями, прошивками все улучшить. Но финальное, такой финальный аккорд, то есть если вы думали, что, ну, может быть, в принципе, окей, я, может, возьму, этот моник продолжает традицию всей современной техники Apple, на мой взгляд, немного странную, он вендор локнутый. То есть его невозможно использовать в Windows? Нет, возможно. То есть, возможно, если... Возможно, там нет рулок. Нет, нет, там, возможно, он работает, как бы, просто там нету всех, не все функции работают. Там не работает управление монитором, вообще, ты не можешь его никак откалибровать, ты можешь на нее только картинку подать. Ну, я вот прямо сейчас смотрю на картинку, где подсоединен ноутбук чипа серфиса, короче, через USB-C, и нормально работает. Вот. Все возможно, все хорошо, короче, просто проблема в другом. Проблема в том, что, типа, он работает без кучи функций, вот, который ты мог бы потенциально использовать. Вот это плохо. И что интересно, как бы, вы понимаете, что это, по сути, монитор, который на уровне средненького, так скажем, ну, типа, условно, АОКа. Вот, или там АОКа. Это не АОК, это какой-нибудь LG Ultra Fine средней линейки 4, ну, 5К в данном случае. Ты понимаешь, ультрафайн-то там как раз DPI, там, больше, чем 8 бит, там, 10. Это как это называется? Это типа... 8 плюс 2, ты FCR имеешь в виду. Нет, там есть вот это название, которое у тебя расширенный цветовой дипозон. Вот. А, ты white color gamut имеешь в виду, под поддержку. Я забыл, как называется это. CCG это называется. Короче, когда у тебя, типа, расширенный цветовой дипозон, и ты, типа, можешь 99% там, типа, цветов отображать, вот это все. Я, конечно, все понимаю, но это точно не стоит полторы тысячи долларов. Да, металлический дизайн, да, классно, блин, ну, камон. Вот передо мной сейчас стоит 27-дюймовый LG 4К. ОК, не 5К, но 4К, короче, который стоил 500 долларов. Вот, он умеет, как раз, типа, ОК, не 600, не 400, нет, короче. Плюс у него есть HDR, понимаете, как бы колоночки говно, ОК. Но я не понимаю, ну, хорошие колонки, ОК, там, типа, веб-камеру добавили, ОК, еще плюс 200 нет, ОК, еще плюс, типа, не 4К, а 5К. Это не стоит в три раза дороже. Нет, самое главное, что LG CX 48 дюймов, на котором я сейчас сижу, идеальный OLED-экран, идеальная панель, сейчас стоит 1000 долларов. Ну, типа, как бы, это реально смешно, конечно. Построенной акустической системой от телевизора LG, причем, да. Просто мы все рассчитывали, типа, что этот дисплей, это будет, типа, классный, клевый. Ну, как про дисплей XDR, да, что-то такое прикольное. Да, как бы, но, как бы, в итоге, типа, вот XDR, это, типа, супер дорого, круто для продакшена, а здесь, типа, как раз попроще для народа, типа, как замена Apple LED Cinema Display, который был в свое время, там, в 2013 году, условно. И тот был, типа, хороший, на самом деле, монитор. Он был очень хороший, он у меня был. Вот. А тут у тебя, по-моему, выпустили монитор, который существенно хуже рынка, который стоит существенно дороже рынка. В корпусе, по сути, от iMac, который 24 дюйма, только, типа, iMac не 24 дюйма, а, там, 27 дюймов. Кстати, iMac 27 дюймов, если вы ждете, что в этот экран встроит компьютер, не ждите. Да, кстати, поговаривают, что Apple пересмотрела всю свою линейку, вот, и теперь вместо iMac 27 дюймов будет, по сути, продавать связку из Mac Studio и, соответственно, вот такого вот дисплея, короче, или любого другого, какого вы захотите. То есть, типа, теперь якобы у них вот такая история. И, соответственно, Mac Pro, вот это iMac Pro, тоже не будет, вот. То есть, скорее всего, его вообще как линейку закроют. Слушай, а что ты скажешь по поводу того, что вот я читал обзоры M1 Ultra, процессора нового, да? В новом Mac Studio, да, как раз. Да. И что он вроде как не такой мощный, как Apple его на прошлой неделе там, ну, как мы расписывали. Слушай, тут есть много интересных моментов. Огромное количество журналистов понеслись буквально парочку... Ну, то есть, некоторые люди сделали парочку замеров, короче, а все остальные разнесли эти картиночки по всему интернету, вот. И к этим картиночкам есть большое количество вопросов. Первая картиночка, это, конечно, самый просто лол был. Это когда начали сравнивать то, как на Mac Studio идет Tomb Raider, по сравнению с тем, как он идет на 3090. И тут ты начинаешь задавать такие вопросы, типа, ребята, а у вас Tomb Raider на Mac как идет? Через розетту, которая запускает вайн-сборку, которая не оптимизирована, короче, под работу, соответственно, на драйверах этого самой видеокарты, а вообще-то делалась под изначально Intel, этот, как его, который был встроенный. Ну, короче, встроенный Intel и под AMD-карты, да? Типа, а работает вообще на другой видюхе, как бы. Вот вы вот это сравниваете с нативной версией, запущенной на 3090 с оптимизированными дровами с самой NVIDIA, вы правда вот это сравниваете, да? И типа все такие, да, да, это, конечно, совершенно сравнимые цифры. Вот, я такой, ну, конечно, окей. Вот. А второй момент, это начали сравнивать историю с Geekbench. Ну, и вы понимаете, когда у вас процессор, который состоит из двух других процессоров, и который просто номинально должен быть в два раза мощнее, показывает в этом Geekbench прирост там, типа, в 30% мощности. Ну, типа, то есть между M1 Ultra и типа M1 Max, да? То есть у вас один в 100% в два раза быстрее, чем другой. Вот. И он у тебя в Geekbench показывает на 20% больше мощности. Ну, тут еще важный момент, который я сошлю здесь, в данном случае, на высший авторитет. Есть такой чувак у Вайнуса, его зовут Энтони, он занимается тем, что он фактически их технический редактор, да, там, Вайнус Медиагрупп, и он такой типичный линуксоид, очень въедчивый, очень такой, но у него есть один плюс, он объективен, он никогда никого не хвалит или не ругает, потому что у него есть личная заинтересованность. Он там одну очень хорошую вещь отметил, что Apple сама совершила ошибку, потому что то, как она составила графики на презентации, она их составила очень своеобразно. И, типа, смотрите, в, типа, в 50 ваттах наша карточка сравнима с 30-90 на одном из графиков. Но проблема в том, что своей максимальной мощности 30-90 не на 50 ваттах достигает. И это не обман, но это такая манипуляция, что журналисты по-любому будут разочарованы бенчмарками, потому что изначально те графики, которые Apple показала конкретно для GPU M1 Ultra, они, ну, немного мислиринг, что называется. Они тебя ведут не в том направлении мысли. И в M1 Ultra все еще классный GPU. То есть, если сравнивать его с текущей линейкой NVIDIA, это, представляете, Apple за одно поколение своих собственных GPU настольных фактически вышло на уровень 360 Ti. На самом деле это очень круто. Ну, кроме шуток, не умаляет никаких достоинств, не умаляет никакой мощности Apple. Не знаю, стоит гораздо дороже так-то. Но это встроено в систему на чип. Ну, ты же понимаешь, что у тебя... Ты пока на данный момент, на данный момент ты не можешь никак использовать эту мощность. То есть, у тебя нету на данный момент программы и прочего. То есть, у тебя процессор есть, а игры, программы и так далее нет. Да, у машин лернинга под Mac тоже нет такого. То есть, вполне возможно, что если ты сейчас запустишь какой-нибудь условный суперкрутой премьер-цендеринг, то он у тебя выебет какой-нибудь NVIDIA 3080. На презентации Apple они сравнивали... Понимаете, они пригласили сотрудников разных компаний, которые занимаются трехмеркой. То есть, они показывают все на синими в HD. Ну. Ну. Вот почему на синими не сравнивают эти? Я просто не понимаю. Ну, потому что те, кто получили на данный момент Mac Studio и сделали обзоры на синими, не сравнивали, понимаешь? Просто это странно, понимаешь? Нахера сравнивать на Geekbench или нахера сравнивать на Shadow of Tomb Raider? Если можно брать именно конкретный use case, ну, то есть, вот у тебя Cinema 4D, да? Запусти одну и ту же сцену, рендерится на Mac M1 Ultra и там на какой-нибудь 3090. И посмотри, с какой скорость он рендерит. В чем проблема-то? Ну, например, как бы, да? Чуваки Сверджа, они что сделали? Они взяли, как бы, и, соответственно, смонтировали обзор этого Mac Studio как раз-таки на... Используя что, Final Cut? Они использовали не Final Cut, они использовали Premiere. Но Video Production это всегда та область, в которой Apple была сильна. Но если брать Machine Learning какой-нибудь или 3D-пакеты, там уже все не так здорово. Ну, ты понимаешь, нагрузки сильно зависят от того, что вы делаете. Смотри, никто пока нормально ничего не сравнил. Прошел один день. Как только этот компьютер попадет в руки к людям, которые всем этим нормально занимаются, вот тогда посмотрим. Но, по крайней мере, видеодиректор Verja, я напомню, что у них довольно крутая на самом деле продакшн-студия, осталась просто в безумном восторге, потому что она работала когда в премьере. У нее все превьюхи были в родном разрешении в 4К. И там чуть ли не 8 дорожек, короче, в непожатом 4К, с превьюхами в 4К, без задержек, когда ты включаешь там, типа, проигрывание. Ну, это просто астрономически крутой результат, потому что, ну, просто... И она говорит, и я вам могу сказать, что непожатый превью... Как это работает? Просто, когда вы монтируете что-либо там, допустим, в премьере или там еще в любом другом видеоредакторе, обычно превьюхи, которые вам показываются для того, чтобы вы... Это прокси, которые создаются, да. Просто вы не поймете, что такое прокси, короче. Это, по сути, специально подготовленные файлы, когда вам берут, перемонтируют, перекодируют абсолютно ваша вот эта программа, перекодируют вам все ролики в маленькое разрешение. И вы обычно выбираете это 1-2 разрешение, 1-4 разрешение, 1-8 разрешение, там, ну, то есть, что вам тянет ваш компьютер, вот. А в родном разрешении тянуть, как бы, соответственно, там, 8 дорожек, типа, 4К, чтобы оно само работало, чтобы оно без всяких задержек, без всего, ну, это охренеть как круто, вот, с точки зрения монтажа, вот. Причем они же там пишут, что супермощный раскачанный Mac Pro, который у них был, с этим не справлялся. Понимаете? Короче, M1 Ultra очень круто для продакшена, не очень понятно для всего остального. Если бенчмарки какие-то классные будут, мы обязательно это еще обсудим. Слушайте, давайте поговорим немного про автомобили, потому что, помимо того, что у нас автокасс с Тимуром, такой маленький всегда получается, когда мы про это говорим, на самом деле рынок автомобилей сейчас очень сильно страдает именно по линии технологий. Есть проблемы с поставками чипов, есть проблемы с поставками комплектующих на фоне известных событий, и автопроизводители пытаются как-то найти какие-то способы выйти из этой ситуации. Например, Ford и ряд других американских автопроизводителей, в том числе Tesla, судя по недавним новостям, начинают что делать? Они продают вам автомобили, в которых отсутствует, например, чип, который управляет задней зоной вашего климат-контроля. И вы можете прямо сейчас забрать эту машину, чуть подешевле, вам сделают скидку, а потом приехать к дилеру уже через полгода, и дилер вам поставит этот чип, и у вас, наконец-то, задний климат-контроль заработает. Это напоминает немного манеру продажи Lego. Ну, то есть ты сейчас можешь купить кусочек замка, а потом купишь для него, не знаю, башенку отдельную. Это не кушаешь, это тебе бесплатно поставят. Типа ты за него заплатил, но поскольку его сейчас нету, мы даем тебе небольшую скидку. Вот тебе коробка деталей, 4 колеса, собери себе автомобиль. Да, 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 и ты к дилеру заедешь, и дилер тебе это все поставит. И эта ситуация не нова, с ней уже сталкивались некоторые дилеры, в том числе в России, но сейчас это делает крупный автопроизводитель на крупнейшем автомобильном рынке мира. И если вы думали, что ситуация, прям вот эта вот ситуация плохая, плохая ситуация сейчас у европейских автопроизводителей, потому что BMW и Mercedes полностью останавливают свое производство в Европе, не только в России, в Европе вообще, потому что, например, те же электрокабели и проводка в целом производилась на Украине. Это очень просто интересно, что, конечно, такая ситуация, которая сейчас сложилась, что огромное количество последствий будет для всего мира, не только для России и Украины. И там есть огромное количество, знаете, как говорится, вот этот ripple effect, когда камень падает, от него расходятся волны, и вот эти волны, куда они там дойдут, и они иногда могут совершенно в неожиданные места попасть, эти самые волны, и там начинают цен на бензин и заканчивают тем, что реально тупо останавливается производство у крупнейших автопроизводителей, потому что проводки нет. То есть не то, что чипы, проводки нет, проводов. То есть их теперь нужно сидеть и перезаказывать, чтобы их там, типа, доставили из Китая или еще откуда-нибудь, а пока ты это сделаешь, у тебя простое производство там недели, месяцы. Там мы не затрагиваем истории с металлами, с газами, типа неоны, которые нужны, но сейчас абсолютно все глобальные цепочки будут пересматриваться, и автопроизводители пострадают, потому что сильнее остальных, поскольку в сборке машины участвуют все элементы таблицы Менделеева. И даже в самых неожиданных местах, о которых вы можете даже не догадываться, могут возникать затыки, в ходе того, что резиновые прокладки, которые там производятся для блока цилиндров, или литий, который идет в батарее, или специальные чипы, которые управляют контроллерами электромагнитных. Это просто алюминий, который теперь из России тоже не будет приходить. Пострадают, в общем, все. Но при всем при этом индустрия нос не вешает, она все еще надеется как-то жить, ищет какие-то способы, и показывает какие-то новые прикольные машинки, которые, в общем-то, мы хотели бы сами увидеть на дорогах. Одной из таких является Volkswagen ID.Bus. Это фактически возвращение их легендарного самбо-буса в формате электромагнитных. Тут тот самый хиппи-автобус. О, слушайте, а я знаете, почему помню эти автобусы? Как ни странно, по сериалу Lost. Ну, почему бы и нет? Это очень популярный. Да, они же вообще везде было. Даже Scooby-Doo уже ездили. А, точно. Не, 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 не на нем ездили, но да, это были популярные машинки. У Scooby-Doo был Patti Venn. Понимаешь, такой тип? Да, у Scooby-Doo был, по-моему, JGMC-шный, если его покрасить в черный цвет и написать Flowers by R.N., сразу понятно, о чем в этих речах. Ну, вообще, я могу сказать, что этот хиппи-бас Volkswagen, он же абсолютно культовый. Еще вот обновленный дизайн выглядит очень круто. Не, он выглядит очень симпатично. Это электрокар, опять же, вот, и сейчас вообще, как бы, по максимуму старается Volkswagen вообще уходить в историю с электрокарами. Они вот эту вот серию ID, так называемый, вообще по полной там сейчас педалируют, вот, и вот этот замечательный духовный наследник, кстати, как он там называется? ID-Buzz, да? ID-Buzz, да. Они планируют в серию его запустить в 2024 году. Наверняка, наверняка это все несколько задержится в свете известных событий, но вообще очень приятно, что у нас до сих пор есть на дорогах какие-то яркие машины, потому что я тут недавно глядел очень прикольную документалку про Top Gear. Мне понравилось, что там автор этого видео, у него там был такой вопрос, а почему Top Gear в целом, ну, типа, сошел на нет, да, и почему успех этого шоу повторить уже не получится при всей любви? Потому что сама, сама современная автоиндустрия стала гораздо более скучной. Она вся перешла на платформы, она вся перешла на итеративность. И то, что вот в этой итеративной индустрии появляются машинки типа ID-Buzz, это все еще дает некую надежду на то, что, ну, что-то интересное и прикольное на дорогах появится. Да. Слушайте, ну там, кстати, что интересно, вообще сейчас пошел тренд в электрокарах, и в том числе вот Kia это делает, и сейчас сделал, соответственно, вот этот ID-Buzz, они позволяют вам двухстороннюю зарядку делать у электрокара. То есть вы не только сам электрокар можете зарядить, но и использовать его как, по сути, огромный пауэрбэнк для того, чтобы или вообще запитать целый дом, или, например, там, типа, какие-то ряд приборов. Ну, то есть условно вы езжаете на природу и совершенно спокойно там, допустим, целую там кухнику маленькую, полевую там делаете, или там палатку, ну, и так далее, и так далее. То есть вам не нужен генератор с собой. Вот. Но там не очень мощная батарейка, потому что это все-таки планируется как машина, так скажем, доступная. Вот. И они не сообщают, какой у него там рейндж, ну, то есть, грубо говоря, старение, которое может проехать на одном заряде. Но все журналисты подозревают, что при движке, который там, типа, у него 200 лошадей и 150-киловаттный мотор, вот, электрический, вот, то при батарейке в 7,7 киловатт, ну, 250 миль, то бишь примерно плюс-минус там 380-400 километров, он, в принципе, сможет проехать. Что, ну, как бы не супер круто, но в целом нормально. Вот. И, как бы, это довольно хорошо. И вообще, конечно, это все довольно классно. Вот. При том, что у него есть два варианта. Один, который для людей, ну, типа, микроавтобус для людей, а второй, типа, такой грузовой, вот. Это все классно, но, опять же, Макс прав. Я очень боюсь, что любой сейчас концепт, который особенно электрический, а для электрокара нужно побольше чипов, вообще-то, как бы, чем для обычной машинки, вот. И там, типа, всяких контроллеров и всего-всего. Я очень боюсь, что может задержаться и до 2025 года спокойно. Если не больше. Да, легко, легко, учитывая современные условия. Посмотрим. Но, если что, обратите внимание, ID-Bus выглядит прикольно, нам очень нравится, и мы сами будем за ним следить. Ты заметил, кстати, что у них, по сути, игра слов. У них базз, как базз-лайтьер, да? Но подразумевается, что это ID-Bus, типа автобус. Да, да, очень-очень-очень. И буз такой, вот. Так, ждем. Ну, Астрик, ID-Bus. Да, Астрик, ID-Bus. Ладно, короче, Макс, что ты у нас посмотрел? Давайте перейдем к впечатлениям. Да, перейдем к впечатлениям. Я мучился всю прошлую неделю с зубами, не смог из-за этого выйти в эфир. К сожалению, очень хотел с парнями встретиться, но не вышло. И я смотрю, как я борюсь с болью, да? Когда у меня есть такая тупейшая боль или болезнь, которую я не могу преодолеть, и мне просто надо лежу и к тебе ждать, пока пройдет. Я включаю какой-нибудь новый процедурал. Какой-нибудь такой суперпредсказуемый по структуре сериал, который ты смотришь, как такой guilty pleasure. То есть ты прекрасно знаешь, что он не схватает звезд с неба, но вот именно просто посмотреть фоном прям замечательно. И предыдущим моим таким сериалом был Castle с Нейтаном Филлионом, такой типа детективчик, где он играл писателя, детектива, в который помогал полиции. Все это быстро превращалось в типичный голливудский процедурал, но с таким твистом, что называется, неплохим. Этого было вполне достаточно, чтобы сериал протошнил, по-моему, 7 сезонов. Закончился нормально, сносно вполне, со своими низкими точками, высокими точками, отлично было смотреться такое чтиво, но даже не чтиво такое, что-то под пивас на 2-3 месяца. И потом, когда закрылся этот сериал, в определенный момент, Филион и один из продюсеров этого шоу решили запичить новый сериал на канал ABC. Он называется «The Rookie», «Новичок». И это сериал про 45-летнего мужика, который работал строителем, и в определенный момент в его жизни произошло событие, после чего он решил стать копом. Он пошел в полицейскую академию, и, собственно, сериал начинается с той точки, где он выпускник полицейской академии, и он теперь на испытательном сроке в один год в полиции в Лос-Анджелесе работает. В полицейском участке, да. Да. Он полноценный патрульный полицейский, и он в 45 лет оказывается фактически в первом классе, где его учат гораздо более молодые напарники, где над ним издеваются, где... А это комедия или что? Это не комедия, это драмедия. Дурацкое слово, мне оно не нравится, но оно хорошо описывает. То есть это драма поровну с комедией. И первые два сезона идут просто замечательно. Я на одном дыхании их посмотрел, несмотря на то, что, опять же, это не шедевр, это вот именно такой уютный, предсказуемый, классный процедурал. Там очень прикольный твист с тем, что поскольку все подается через глаза патрульных полицейских, то нет такой жесткой детективной структуры. Ну, типа, одна серия на дело, да, как это обычно бывает. Потому что, как правило, там просто машины катаются по патрулям, и там очень много дел. Иногда они пересекаются, иногда они не пересекаются. И там еще очень прикольный прием того, что там с камер, с боди-камер, например, видео тебе показывают, с мобильных телефонов, как там снимают прохожие. Это вообще сериал очень сильно освежает тот факт, что он активно использует прием того, что он снят в современности. Поэтому там всякие ставки из Инстаграма, вставки из ТикТоков, вставки из боди-камер, там эти видеорегистраторы, которые в полицейских машинах стоят, это все камеры, которые участвуют в сериале. Это классно. А потом в третьем сезоне, сейчас сезон 4, 4 еще выходит, в третьем сезоне сериал ныряет вниз. Знаешь почему? Потому что придушили Флойда. И сериал про полицию на телевидении стал выпускать немного странно в этом контексте, особенно на либеральном. А, ты имеешь в виду в контексте БЛМ? Да, да. И они такие там ввели персонажа по какую-то чернокожую профессоршу, которая тебе просто читает лекции. И ты такой, господи, боже мой, можно, пожалуйста, без этого? Вот. Это так сильно форсится, что если вы... Вот вам так же, как мне, зашли два сезона, третий просто на быстрой перемотке. А сейчас четвертый готовится? А сейчас идет четвертый, четвертый от этого избавился, потому что повестки в США сошла на нет. Но вернулся к этой формуле, и по мне это очень хорошая замена сериалу типа Касла. То есть вот если вы ищете какое-то легкое такое, хорошо усваиваемое детективное нечто, что можно смотреть фоном, от чего можно получать удовольствие, очень советую. К тому же Филион сам по себе очень обаятельный мужик. У него просто есть натуральная харизма, от которой невозможно избавиться. Мне до сих пор немного обидно, что его не сделали Дрейк. Честно скажу. Да, я согласен. Но Филион там клевый, там есть серии неожиданно с хорошим экшеном, потому что там перестрелки, полиция, все дела. И в целом вот этот вот формат сериала, который вам подается через какие-то опосредованные источники съемок, а не через стандартные телекамеры, тоже очень прикольно работает в некоторых сериях. Поэтому советую, его можно без проблем посмотреть легально в России, до сих пор, несмотря на все ограничения. И если вы ищете, что он лежит, например, на Кинопоиске, где есть и дубляж, и субтитры. Что ты посмотрел, Дим? Окей. Слушайте, а я посмотрел Человек-паук. Нет пути домой. И у меня немножко другие впечатления, не такие, как у вас. Я напомню, что пацаны фильм обосрали, сказали, что он взрослительный, плохой и прочее. Я согласен с одним. То, что это действительно плохой фильм в контексте его сюжета. Ну, то есть, вся история Человека-паука, который там пытается каким-то образом наладить собственную жизнь и приходит к доктору Стрэнджу и просит его, по сути, совершить чудо, а все идет немножко не по плану, и все последующие события, которые приводят, ну, по сути, не к очень хорошим вещам, все это смотрится очень глупо. На мой взгляд, у самого Человека-паука недостаточно мотивации. Ну, то есть, как бы, его мотивация, она... Я ее не понимаю. Я бы понял, например, если бы, там, одна из героинь, там, подружка, например, этого Человека-паука в самом начале фильма бы умерла и, там, по какой-либо причине, и вот, типа, значит, Питер Паркер пытается вернуть ее обратно в живых. Это была бы достаточная, на мой взгляд, мотивация, но то, что, типа, мы не поступили в колледж, и как нам дальше жить, мы не знаем, ну, блин, по-моему, это какая-то надуманная ерунда. Ну, то есть, это прям вот очень-очень раздражает. Вот. Но вы говорили о том, что в фильме довольно плохой CGI. Да. Ну, то есть, как бы... Очень сратый местами. Я могу сказать так. Я не смотрел его в кинотеатре, я смотрел его в домашнем прокате. Возможно, за это время его допилили, потому что ты смотришь... Сомнительно, что там версия... Мне кажется, другая... Ну, посмотри, я не вижу проблемы с CGI-ом там вообще. Там есть места... Знаешь, чем? Есть проблемные места с компоузингом, когда у тебя прям видно, что плохо закомпоузили персонажа в окружающее пространство. И есть моменты, когда типа вот графон, особенно когда Доктор Стрэндж... Вот просто когда ты совсем недавно смотрел Доктора Стрэнджа, например, первого, да? И ты помнишь вот эти все там разлетающиеся пространственные, вот эти там дома и прочее. А тут ты смотришь и понимаешь, что это сделано типа в два раза хуже. Вот. Ну, я не заметил каких-то больших проблем с CGI-ом. Вообще, я могу сказать, что это довольно зрелищное кино. Ну, то есть вот... Да, это правда. Человек-паук, Нет пути домой, на мой взгляд, довольно классный фильм. Если бы я его смотрел в кинотеатре, мне бы, наверное, гораздо больше понравилось. Но, опять же, сюжет говно. Это правда. С CGI-ом я не заметил проблем. Но мне в целом даже понравилось. Потому что вы говорили о том, что типа, ну, это, блин, такой типа фанфик для фанатов. Это такая вот история... Там прям фансервис на фансервисе. Фансервис на фансервисе, да. Ну, мне кажется, люди за этим и смотрят Марвел, разве нет? Ну, то есть, как бы, я смотрел и такой, блин, а это вот этот, а этот из этого фильма, блин, а это из этого фильма, блин, как круто. Мне прям очень понравилось. Ты знаешь, я с одной стороны с тобой согласен, а с другой стороны всё-таки хочется как бы какого-то там развития, чтобы было прикольное и сюжет, и дальше всё это уперло и шло. И, понимаешь, вот когда ты смотришь условно, вот там, я поскольку пересмотрел всю эту вселенную Марвела, и у тебя в какой-то момент, в какой-то момент началось вот этот билдап к финалу, к Танусу, ко всему, и тебе представляют персонажи, как они друг с другом связаны, там, переплетение, вот это всё. Здесь вот этого масштаба не ощущается. Потому что это то кино, которое должно таким мостиком быть, то есть, как бы, оно, это, знаешь, как, например, второй Тор, то есть, это не обязательно, или второй, этот самый, Iron Man, это абсолютно необязательное кино, но для фанатов прям заходит нормально. И мне кажется, что это вот примерно то же самое. То есть, условно говоря, я теперь с большим, как бы, вниманием буду относиться к фильму, который про Доктора Стрэнджа, да, и мультивселенную Безумия. Потому что мне теперь интересно, что же там дальше будет, как они всё, естественно, вопрос разрулит, и разрулит ли его вообще. Ты посмотрел, как я тебе советовал, мультсериал What If, что если? Посмотри, пожалуйста. Во-первых, он действительно хороший, вот, а во-вторых, там есть прямо целая серия... А ты Ванду до конца досмотрел? Ванда Визжин? Да, досмотрел. Вот. Вот Ив есть целая серия, по сути, частично экранизацией которой будет второй Доктор Стрэндж. А, ну то есть, типа, спойлеры. Там не то, что спойлеры, но там как бы, не просто даже намёк, а там прям, вот целый огромный, жирный сюжетный пласт, который увязывается в реальную, вот эту вселенную Марвел и кино. То есть, они, по сути, взяли мультсериал, который увязан полностью, сто процентов, в киновселенную и как бы даёт тебе пищу для размышлений, что именно будет во втором Доктор Стрэнджа. Потому что, если честно, я не удивлюсь, если вот тот момент, который был показан в Ифе, его вплетут во второго Доктора Стрэнджа. Вот. Как бы, так что посмотри, я тебе прям очень советую. Ну, гляну, но я говорю, я Человек-паук, прям я остался доволен и прям вот, если вы наслушались Тимура и Максима, говорили, что блин, не смотри, говно какое-то. Нет, нормальный фильм. то есть, как бы, он проходной и по сюжету он не очень. Но в целом, если вы фанат Марвел, то блин, прям вот идите, посмотрите. Неплохое такое развлекательное кино. Да всё, уже давно посмотрели. Ну, я так давно смотрю. Ну, слушайте, я хотел рассказать про новый блокмастер от Нетфликса, который называется Проект Адам, Project Adam с Райаном Рейнлицем от режиссера Шона Леви, известного. О, Зоя Салдана там играет, смотри-ка. Да. И очевидно, что это такой, знаете, ковидный фильм, в котором нет больших толп, люди, как бы, в кадре не появляются больше, чем там 10 человек, вот. И это прям заметно. Но это фильм про, наверное, вещь, о которой мечтал, мне кажется, каждый мальчишка, который хоть чуть-чуть увлекается фантастикой всю жизнь. Мне кажется, каждый из вас в какой-то момент в жизни наверняка думал о том, что было бы круто, если бы к вам прилетел вы взрослый на машине времени и рассказал бы вам, как жить. И что, в 2013-м на всё? Купи биткоин. Вот. И ровно это случилось с персонажем фильма. Это маленький мальчик, которому там сколько, 12 лет, по-моему. И он случайно сталкивается с самим собой, который прилетел с 2050-го года на самолёте, который умеет, ну, космический корабль, который умеет пробивать кротовые норы в времени-пространстве. И там целый сюжетный перепитий, сюжетный перепитий о том, что... Путешествия во времени, непонятно. Ну, типа, да, как бы, и чувак возвращается там по делу, как бы, по-специальному, но он угнал этот самолёт, и он такой, по сути, преступник, и, как бы, все эти очевидные моменты, знаете, когда, поскольку ты райан Рейнольдс, естественно, это всё немножко со смехуёчками на уровне, типа... «Привет, это ты, типа, я из будущего, да, а кем я стану в будущем?» Такая дверь закрывает, педофилом. Ну, там был момент с тем, что, типа, у нас будет секс. Он такой, ты понимаешь, что я так что перевернул всё-то в представление о вселенной, о пространстве, временном, континууме, и всё, что ты хочешь знать, это будет ли у нас секс? Ну, типа, такого уровня шутки. Вот. И я скажу так, что, конечно, на блокбастер не тянет, такой прям супер-ёба. Но, это, знаете, вот опять же, это хорошее, прикольное такое кино, приключенческое, для всей семьи. Семейное кино, понятно. Семейное кино для всей семьи. Такое приключенческое, вот. Где, опять же, исполняется мечта любого мальчишки, к вам прилетаете вы, и помогаете там, типа, в вашей жизни, чё к чему рассказывают, типа, чё делать, и ты такой пересполняешься, и понимаешь, как всё это будет круто. И фильм, который во многом помогает с психологической точки зрения, там, типа, в общении с родителями, и в том числе детям в общении с родителями, а родителям в общении с детям. Потому что он такие какие-то совершенно простейшие истины показывает. Но если вы будете смотреть этот фильм, например, с вашим ребёнком, вот, или там, типа, вы посмотрите, и хотите пообщаться с вашими родителями, вот, после этого, или ваши родители, посмотрите, захотят пообщаться с вами, вот, очень, на самом деле, в этом плане классный. То есть тебе понравился? Ты знаешь, он ничего сверхъестественного, такой условно, семь из десяти, шесть с половиной из десяти, типа, или семь из десяти. Ну, он такой приятный, милый, вот, и шутерок на вечерок, посмотреть, и пустить слезу местами, как бы, и там, позвонить маме после этого, я считаю, что в этом плане фильм отлично справляется со своей родой. Как супер-гипер-блокбастер для того, чтобы, типа, привлечь кучу народу в Netflix, или там, в кинотеатр, нет, не справиться, конечно, вот. Но, опять же, я советую смотреть. Окей. Мы тут с Димой посмотрели новый мультфильм Pixar, который вышел на сервисе Disney+. Я, кстати, посмотрел на Disney+. Подожди-ка, это тот самый мультфильм, который, если он тебе не понравился, ты расист? Да, конечно, ненавижу. назовите сначала название его. Да, мультфильм называется Я краснею, Turning Red. У нас он до известных событий должен был выйти в театральный прокат. На Западе он вышел сразу в стриминге, что очень сильно расстроило сотрудников Pixar. Типа, мы тут так вкалывали, а вы нас кидаете на ртстерзание стримерским собакам. Ну, в общем, вы поняли. И я бы на месте, я бы на месте Disney это выпустил в бесплатном пакете с рекламой. То есть, вот, я не знаю, я, может быть, предвзят, и у меня есть серьезное мнение, что после ухода Джона Уэстера из Pixar качество анимации Pixar делает рыбку, но оно делало, ну, такие, такой gradual, что называется, был пошаговый спад, и у Лука был приятным мультфильмом. Лука, кстати, хороший, мне понравился. Он именно приятный, он не, Энканто, кстати, не Pixar. А, окей. Знаю, это очень важно, Энканто получился гораздо лучше, чем многие мультфильмы Pixar последние, но, например, тот же, как он, вперед назывался, он был вообще абсолютно не какущий. Я краснею, это первый мультфильм Pixar, включая даже неудачные их вещи, типа Тачек 2, которые я просто выключил. Я его потом досмотрел, но это был первый мультфильм Pixar, где я просто в середине нажал на закрыть и такой потом посмотрю. Потому что... Да, давай ты сначала. Просто вот даже если не задавать сюжету вопросы, а я как родитель могу задавать сюжету вопросы, потому что из-за того, что сценаристы не очень умные, ну, или они просто подлые, что вряд ли, это скорее всего от тупости берется. Там, например, есть момент, где тебе говорят, слушай, а торговать своим телом нормально. И такой, что? Вы там как, окей? Это вообще для подростков мультфильм, это отличный посыл, классный, здоровский. Но это берется от глупости, потому что сценаристы не всегда продумывают тот месседж, который они хотят вообще донести. Если что, фильм был снят режиссером-дебютанткой. Да, да, и до детей, и до родителей. То есть, здесь они мимо мажут и там, и там. Но вот даже сам стиль анимации, как вот анимирован мультфильм, есть такой стиль, он называется коларт. Это такой мемный стиль, когда у персонажей огромные такие вот рты в половину лица, огромные такие глаза и носы схематичные. Это типа Грэвити Фоллс. А, окей. Вот как Грэвити Фоллс нарисован. Да, 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 Грэвити Фоллс классный, мне нравился. Он очень классный, потому что он классный сюжет, там классные фоны, но вот этот стиль коларта, он в принципе полностью вытеснил очень многие стили в западной анимации. И когда его используют бездумно, это порождает просто банально отталкивающий стиль анимации. Вот я краснею именно такой. Все, что не панда, который выглядит реально милый, здоровый, но когда там эти девочки появляются, они начинают творить то, что я могу назвать только как ТикТок безумия, ты понимаешь, что либо ты старый дед, либо аниматоры где-то промахнули. А теперь, прослушав эту всю историю от Макса, я могу сказать, что мне фильм очень понравился, и я прям очень остался доволен мультиком. Дело в том, что... Давай за гаражи. Давайте начнем во-первых, с того, про что вообще собственно сам мультик. Дело в том, что дело происходит в Канаде, и в Канаде живет китайская семья. которая держит небольшой храм, которым они поклоняются по сути красной панде. В какой-то момент девочка, главная героиня, она начинает превращаться в огромную красную панду. И собственно говоря, у нее сразу же происходит с этим проблема. То есть она не знает, как справиться с эмоциями, она не знает, как переживать эту метаморфозу, которая с ней происходит. То есть, если уж совсем абсолютно прямым текстом говорить, это процесс взросления, для девочки. Ну то есть там типа красная панда. Намек абсолютно прозрачный, абсолютно понятен, почему так. И собственно говоря, весь фильм он рассказывает о ее отношениях с собственной матерью. Дело в том, что ее мать, она такая типа достаточно жесткая женщина, которая требует от дочки хорошо учиться, чтобы она была самой лучшей девочкой, которая поддерживает маму и так далее и тому подобное. И в какой-то момент выясняется, что у ее матери точно такие же проблемы с ее матерью, то есть бабушкой этой девочки и так далее и тому подобное. И вот в данный момент красная панда служит таким символом именно переходного возраста, именно взросления. То, что Макс говорил о том, что типа торговать своим телом нормально, нет. В фильме как раз рассказывается о том, что будет, если ты так будешь делать. То есть это плохая мотивация для всего. И она приведет к серьезным последствиям, которые там как бы в метафорической форме передаются. В принципе, как семейное кино, особенно если у вас в семье есть девочки или там лет, там не знаю, от 10 до 15, то в принципе это очень даже неплохой семейный мультфильм. Вдобавок ко всему к нему довольно прикольные местами шутки. По поводу того, как она нарисована, здесь есть как бы, ну, такое у меня двоякое мнение. Дело в том, что мне такая рисовка не нравится. Но создательница этого фильма, она говорила о том, что они вдохновлялись аниме в первую очередь. Но только именно поэтому там, допустим, появляются вот эти супердеформат персонажи, знаешь, когда типа ты персонаж выглядит нормально, потом, допустим, испытывает какую-то эмоцию и тут же у него меня меняются черты лица и абсолютно все именно для того, чтобы эту эмоцию возвести в абсолют. вот. Ну, то есть, как бы, понятно, в чем вдохновлялись. Понятно, почему там такой рваный монтаж и рваные анимации. Именно потому, что они вдохновлялись аниме. И, на мой взгляд, это как экспериментальный фильм для Pixar очень хороший. То есть, как бы, в нем, в нем, конечно, есть какие-то недостатки, но в целом, если его воспринимать как такое семейное кино, довольно доброе, и про, скажем так, проблемы с семьей, которые, естественно, разрешатся хорошим образом, потому что, ну, это же все-таки мультик, то это не самый плохой фильм. Ну, то есть, как бы, на мой взгляд, то, что Макс приводил пример с, как он там назывался-то, господи, про гоблинов этих, которые путешествовали, а я забыл, неважно. Вперед. Вперед, На мой взгляд, это не самый плохой фильм. Ты даже не помнил такого мультфильма, но он, 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 как называется? Ну, это где, где на Патти Вене катались, там еще у ГБТ персонаж был. Короче, Макс придирается, на самом деле. я вспомнил. Если есть возможность посмотреть Терринг Рэд, посмотрите, это не самый плохой фильм, и не самый плохой фильм от Пиксар. Слушайте, ну, вы заметили, что этот мультфильм вообще породил какую-то безумную бучу в западном интернете, вот, потому что огромное количество людей говорит о том, что, первое, что мультфильм из-за того, что режиссер, дебютант не очень хорошо понимает вообще в целом, как бы, как правильно снимать, и поэтому, например, берется за огромное количество сюжетных линий, ни одну из которых не раскрывают нормально. Сюжетные линии там закрыты, что не так? Сюжетные линии, я не согласен. Сюжет очень дырявый, и самое главное, я еще раз говорю, может, ты, Дим, просто не обращаешь внимания, потому что ты смотришь, как мультик, это не претензия к тебе, ну, ты нормальный такой, адекватный зритель, ты просто это пропускаешь, да? А я просто вынужден смотреть с этой перспективой, я с ней уже три года, как-то сделал, ничего не могу, она называется «Перспектива родителя». И я пытаюсь понять, что мультфильм вообще хочет донести, потому что вообще, ну, цель таких мультфильмов дидактическая в том числе, это нормально ожидать, да? И они сами, кстати, ожидают режиссера мультфильма. И что, подожди, и что, по-твоему, ты вынес из этого фильма? А, во всем виноваты родители, просто давайте своему ребенку самовыражаться. Эй! Ну, вообще, это довольно правдивая история для многих людей. Нет, потому что... Не все самовыражения являются правильными, и некоторые из них должны быть, ну, немножко заправлять. Воспитание — это обоюдно острый меч, это взаимный процесс диалога, а не монолога какой-то из сторон. Но это, знаешь, это если я сейчас закопаюсь, но я... Значит, у тебя дети петардами отрывают себе пальцы. Вот, это я сначала думал, что я такой неправильный, потом я ради интереса залез на МДБ. Во-первых, там 7.1, что достаточно низкая оценка для мультики. Не-не-не, хорош, хорош. Ты что, 7.1 — это хорошая оценка. А во-вторых, там куча отзывов примерно про то же самое, причем они все висят в топе, потому что ты не можешь отделаться от некоторых вопросов, они возникают сами собой. Я еще раз говорю, это не злой умысел, это не какой-то, я не знаю, там, какая-то там теория про заговоры. Нет, это просто неумение режиссера. Вот и все. И не очень большая оптность сценаристов, потому что они просто не продумывали эти шаги. Тут еще есть интересный момент, что большое количество людей говорит про этот мультфильм. Я, кстати, только еще посмотрю, но я просто к вам подхожу с мнениями, да, вот, к людям, которые смотрели, о том, что есть ощущение, что этот мультфильм, наверное, один из первых среди Пиксаров, где нету какого-то конкретного антагониста. То есть, у тебя реально по ходу мультфильма человек просто сражается с какими-то там внутренними сложностями, с семьей, но как бы семья тоже не является антагонистом, мама же не антагонист, твой. Вот. И, по сути, это какие-то такие, ну, такой, типа, slice of life через призму небольшой фантастической штучки такой. Нет, это фильм про то, что надо, во-первых, успевать справляться с собственными проблемами, то есть, переживать их как-то в каком-то смысле. То, что ты не обязательно должен быть похож на своих собственных родителей в плане каких-то поступков или чего-то, и не всегда твои родители в чем-то правы. Может быть, они и не правы. Может быть, они смогут передумать в какой-то момент. Вот про что это кино. А то, что Макс там напридумывал себе, мне кажется, это просто какой-то бред. Потому что я не заметил... Так ты же не отец. Я понимаю, но я не заметил в фильме ничего прям эдакого, за что его можно было бы прям сильно макать в говно. Я могу сказать так, это не самый плохой фильм Pixar. То есть, он может быть не самый выдающийся, это правда, но не самый плохой. Тут у меня пальму первенства занимает «Хороший динозавр», или как он там назывался, отвратительный фильм. Блин, а вот мне он, кстати, очень понравился. Я с удовольствием его посмотрел. Видишь, как мнения могут различаться. Короче, я тебе с этим советую посмотреть, мне просто интересно твое мнение, потому что ты по этому поводу думаешь. Видишь, у нас мнения разделились, то есть, мне понравилось, Максу абсолютно не понравилось, поэтому... Все, короче, я посмотрю просто специально, чтобы понять, как бы в итоге на чьей стороне. Вот, знаете, я хотел тут как бы ничего не посоветовать нового на самом деле, потому что про... Я буквально одной строкой хотел рассказать про оба сериала, которые до этого мы проговаривали со стороны Димы, это сериал извне, «Фром», и, соответственно, сериал «Северенс», разделение, который проговаривал до этого Макс. Я тоже начал их смотреть, и как бы если вдруг кому-то интересно именно мое мнение, то я хотел быстренько сказать о том, что оба сериала мне нереально понравились. Давай начнем с «Извне». Да, во-первых, «Извне» сериал, в котором я дошел до «Онгоинга», быстро посмотрев, по-моему, 7 или 8 серий, которые вышли. Я вообще не люблю хоррора, как бы, и формально это, наверное, конечно, не хоррор, это такой больше триллер, но мне немножко напрягает, конечно... Знаешь, как ли сейчас шутка ходит, что в текущие времена стоит смотреть хорроры, чтобы хоть немного успокоиться. Да, да, расслабиться. Ну, ты знаешь, «Извне» он такой, конечно, триллер, но мне немножко напрягает количество расщельенки, когда я не очень люблю, конечно, такое, но, типа, что поделать. Но, ты знаешь, я действительно чувствую, как ты говорил, такие лост вайбс. Во-первых, он интригует, согласись. То есть, он интригует, и там действительно есть вот эти некоторые вайбы остаться в живых, лоста. Конечно же, опять же, из-за вот этого Гарольда Пираньо, или как его там зовут, который главный герой играет, ну, не главный герой, там, одного из главных шерифов. И мне, на самом деле, это, наверное, один из первых хорроров за последнее время, особенно сериалов, которые мне понравились. Там есть и скримеры, и всякие там, типа, такие моменты, знаете, когда криповатые, кто-то там где-то на дальнем плане прошел, ты такой, блин, кто это был, о, черт. Вот, но действительно интригует. Про сюжет Димка уже рассказывал, там он продвигается дальше, очень часто бывают моменты, где ты просто, что, блин, сейчас произошло, просто, ты такой, ну, то есть, совершенно неочевидная вещь происходит, это такой, охренеть, ну, типа, почему, зачем, какая мотивация. Я когда смотрел его, думал еще о том, что был такой сериал, назывался Wayward Pines, его в русской версии берли как сосны. Мне очень понравился. Этот сериал, очень на него похож, ну, то есть, тем же сеттингом, то есть, есть какой-то городок, в котором, типа, из которого ты не можешь выбраться по каким-то определенным причинам, в котором происходит всякая паранормальщина и непонятная фигня, вот, и потом, типа, происходит пару вот этих поворотов, и Wayward Pines перешел во второй сезон, а потом его закрыли, и он ничем не закончился, что было довольно грустно у меня. Ну, второй сезон был плохой, и, то есть, первый, можно было смотреть первый, и, типа, несколько серий второго и забивать хер спокойно. Ну, просто, в любом случае, было очень обидно, что его закрыли, потому что, ну, хотелось, как бы, выяснить, учить какого-то окончания. Что же там, все то, что такое было, и как там, как бы, все закончилось. Я вот думаю, как бы, с извнений произошла та же самая история, потому что они сейчас накрутят кучу интриги, а потом выяснится, что, вы знаете, сериал смотрело мало народу, и, типа, все, до свидания. До свидания, да. Ну, это было бы обидно, потому что мне очень понравилось, я буду теперь следить, я заинтригован, как Денька говорит, и действительно прям интересно, что за герои, какая у них там будет судьба, что там происходит, что там за история у Виктора, который, типа, самый первый из поселенцев, там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, прям интересно. Второй изделал, который Макс советовал, Северенс. Разделение. Разделение. Мы говорили, что это довольно интересная фабула, как бы, очень простая в том, что там, по сути, люди в какой-то момент соглашаются работать в крупные корпорации, и они соглашаются работать в экспериментальном этаже, где ты, вшивая себе специальный имплант в голову, по сути, как бы, разделяешь свою личность на две части. Вот. Одна личность, которая ничего не помнит, и ей просто, по сути, объясняют, типа, привет, теперь ты работаешь в этой компании, потому что твоя основная личность тебя сюда поместила. Ты, по сути, приезжаешь на другой этаж, и в этот момент, пока ты проезжаешь некоторую границу, типа, этажа, ну, условно говоря, некоторое магнитное поле, да, у тебя, в мозг с помощью импланта, короче, и у тебя переключается, перещёлкивается буквально личность с одной на другую, и память у них никак не пересекается. Вот. И я могу сказать, что в первую очередь, это сериал, который настолько красиво снят, что я давно не встречал настолько красиво снятых сериалов, чтобы прям каждый кадр можно было, блин, распечатать и повесить на стенку, буквально. Вот. В нём прям чувствуется вайба двух вещей. Первый, это Мистер Робота, который тоже был безумно красиво снят. То есть прям даже ракурсы и кадры очень похожи есть местами. А второе, это, конечно же, игры Control, вот, в которые там прям воспроизведены чуть ли не кадры, чуть ли не моменты некоторые в интерьерах, прям практически один в один из Control. Вот. Я не удивлюсь, если люди, которые снимали соответственно этот сериал, очень сильно играли много в Control и такие, охренеть, надо сделать сериал вот а-ля Control. Вот. И пошли, сделали. Вот. И, то есть это нереально красиво снятый сериал с очень интересной фабулой, там очень, тоже, опять же, интригующий сюжет, который, ну, ты настолько, настолько интересно, что ты хочешь вот прям смотреть и каждую серию ждёшь. И я могу сказать, что у меня сейчас есть три сериала, которых я прям жду каждую серию буквально. Это вот Raised by Wolves Воспитанные волками. Да, соответственно, вот этот Извне, From, и Разделение Severance. Вот. Это прям вот три сериала, которых я каждую серию сейчас и жду, буквально. Я, собственно, у Severance тоже сейчас ловлю пуши от iPad, чтобы обязательно посмотреть. Но я ещё раз говорю, просто повторяю, что мне, мне сериал изначально, он меня зацепил тем, что у главного героя моя тачка. Это просто прикольно, потому что это очень редкая машина, и увидеть её в голливудском сериале было супер необычно. Но, что называется, ты пришёл ради эстетики, а остался ради всего остального. Это очень крутой триллер, он очень здорово заворачивает, и даже если вам Тимур не продал это визуалом, то я могу сказать, что сюжетно это такой вот Филипп Кадик. Это очень клёво. Да. Короче, убедили, ладно, посмотрю, у вас северность так и будет. Тебе понравится. Вот прям тебе точно понравится. Слушайте, я тут поиграл в игру Макет, которая Макуетте. Ну, Макет, да. Макет, да. И я могу сказать так, во-первых, её раздавали в PlayStation Plus на PS5, по-моему, в январе это было, а может быть, и в прошлом году, не помню. Ну, короче, довольно давно. И это игра, в которой у тебя в центре помещения есть некий макет, а всё, что вокруг, происходит внутри этого же макета. И, соответственно, вот так взаимодействие с некими частями этого макета, ты прокладываешь себе путь в истории. При этом вся история строится вокруг пары людей, которые на самом деле переживают очень сложное время, и ты, по сути, распутываешь эту историю с разных сторон, чтобы понять, в чём же была проблема. Да, но там, я бы сказал так, это скорее история любви, которая начинается типа со знакомства, потом продолжается с моментом, когда возникает какая-то влюблённость, продолжается с моментом переселение друг к другу, затем происходит разрыв, происходит расставание, кто борется с этими эмоциями, и на этом всё заканчивается. То есть, это такая абсолютно законченная история взаимоотношений двух человек, которые подаются тебе через пазлы. Это очень красивая игра, очень успокаивающая, очень спокойная, и если очень грустная, ну нет, она не грустная, она как раз очень грустная. Я когда играл, у меня в какие-то моменты чуть ли не слёзы подступали, она грустная. Скажем так, она всё-таки даёт тебе какую-то надежду рано или поздно. То есть, это игра, где если ты играешь ради пазла, в чём, например, плюс на PlayStation 5 на неё играть, если ты застрял, ты всегда нажимаешь кнопочку PlayStation, и там есть карточка, и она тебе помогает, допустим, пройти какой-то момент, который ты просто не отдупляешь, как чё сделать, и так далее. Вот я так застрял и удалил её, нахрен. Нет, почему? Там в карточке нарисовано, или там видос тебе показывается, что как-то тебе надо сделать, потому что некоторые головоломки, ну они заставляют так поломать голову, вот. Но я играл исключительно ради сюжета, ради красоты, ради музона, и там очень красивые, например, мелодии, которые накладывают со временем времени на сюжет. Вот. То есть, мне макет очень понравилась. Я не знаю, как сейчас в неё играть вообще официально, потому что в Steam её купить нельзя, я напоминаю. Но, по-моему, она есть на домашнем прокате. Если вы её когда-то взяли случайно, просто, знаете, у вас был PlayStation Plus, и вы просто добавляли все игры в библиотеку, поищите, возможно, вы её добавили к себе. Она была в PlayStation Plus примерно на релизе PlayStation 5. А, то есть, это было вообще давно, да? Примерно на релизе что-то ноябрь, декабрь, январь, вот когда-то тогда, когда она вышла только. Примерно тогда. если вы просто добавляли игры, возможно, она у вас где-то там в библиотеке валяется, короче. Это на самом деле хорошая игра, но я, опять же, я где-то на половине игры её удалил со злости, несмотря на то, что она мне очень понравилась, потому что я просто не смог найти, как её пройти. Я же тебе говорю, есть на PlayStation, по крайней мере, есть подсказки. Ты нажимаешь на кнопку PlayStation, заходишь в карточку, там есть, было подозрение, что у меня она перестала работать из-за какого-то бага, если что, игра на Unity. Кстати, вот с этим, с этим у меня было два момента. Там просто то место, которое должно было открыться, но мне не открывалось. у меня были такие два момента во время прохождения. Она, кстати, довольно короткая, она проходит что-то часа за четыре. То есть, я, правда, её растянул внутри дня, но, как бы, если есть возможность, то можно её пройти, допустим, в один присест. Не знаю, мне в последнее время не тянет играть вообще ни в какие видеоигры, ну, понятно почему, да, но тянет вот именно в такие игры, которые тебе ничего не требуют, где тебе не надо там ни стрелять, ни там, типа, резко двигаться, ни там что-то делать, а вот именно она тебе подаёт какую-то историю через красивый музон, красивый визуал и красиво рассказанную историю. Мне прям очень нравятся такие игры, и я могу сказать, что вот я прям макет с большим удовольствием поиграл, так что всем советую. А ты, кстати, проходил когда-нибудь Unfinished Swan? Незаконченный Лебедь? Да. А, ну вот я думал, вдруг ты пропустишь. Я ещё на PlayStation 3, по-моему, не играл. Я ещё на PlayStation 3. У Unfinished Swan ещё есть сиквел. Я сиквел. Он называется What Remains of Edith Finch. Да. Это прямой сиквел Unfinished Swan. Это не сиквел, это скорее вбоквилл. Духовный наследник, я бы так сказал. это сиквел, ребята. Именно что сиквел. Он не то, что сиквел, там есть пересечения. Они связаны уже между собой, они связаны между собой. Ну, это скорее такой спин-офф, вот, потому что они связаны с ковселенной, Говоришь, вбоквилл, потому что там есть просто намёк на этого художника и намёк на царя, вот, а так-то, в принципе, нет, там не сиквел, Макс. Ты залезаешь на самую высокую башню и на эту башню. и башню комнаты, собственно, Sunfinish Swan. Слушайте, я тут поиграл в, расчехлил свой американский аккаунт, своих друзей в США, как-то смог всё же сделать так, чтобы смочь её купить. Большое спасибо нашему слушателю Жене, я передаю, который помог всю эту операцию провернуть. Короче, у меня появилась GTA 5, на PlayStation 5, сингловая, которая купила за 10 баксов. Тоже она появилась, Макс, но через 12 часов её отобрали, вот, было очень обидно. Вот, я в неё играю уже второй день и пара ремарок, то есть, Тимур расскажет про мультиплеер, поскольку он успел понажимать в GTA Online, я исключительно брал её ради сингла, во-первых, её найти целая проблема была в Store, конкретно сингловую версию, за 10 баксов. Оказывается, там, эзотерическими путями надо до страницы с игрой добираться, но не суть, потому что сейчас приоритетным лончером для GTA 5 является онлайн. Ну да, да, естественно. Ты при этом в него, когда заходишь, там есть опция прямо из игры купить сингл. Да, да, и сингл, какой момент, я играл в режиме чёткости, это 4К с, значит, рейтрейсингом, я не смотрел режим производительности, но, что я могу сказать, что, во-первых, это, конечно, всё, ну, с очень большим натягом, можно назвать достойным апгрейдом, который имел смысл так долго пилить, потому что, да, рейтрейсинг есть, он даже работает, и ночью он даже выглядит симпатично, да, мне очень понравилось, мне очень понравилось, на самом деле, изменение в тенях, потому что... Так вот, про тени, про тени, там самые главные изменения, вообще не в рейтрейсинге, даже не в текстурах, сильнее всего заметно, а, новое освещение, оно реально классное, вот то, что новое освещение, хорошие тени, хорошие источники света, другая гамма, это, во-первых, плюс, а во-вторых, это то, что в игре появился HDR, и он неплохой, и HDR в GTA 5 реально немного меняет твоё восприятие, при этом ассеты по качеству те же, анимации абсолютно те же, никакого physical base rendering нет, поэтому люди выглядят как пластиковые куклы. Зато заметь, как хорошо стало выглядеть окружение, ну, то есть, как бы, да, окружение выглядит замечательно. Ну, с графической составляющей, в плане, там, моделек персонажей, конечно, никаких подвижек нет, но с точки зрения, например, моделей именно освещения или там теней, мне кажется, очень классно сделано. Да? Да, графический апгрейд такой, нормальный, за 10 баксов сойдёт, вот такое моё мнение, но сама игра, вот с самой игрой всё уже не так просто, потому что вождение всё ещё неплохое, стрельба всё ещё неплохая, все open world механики всё ещё прикольные. всё равно мы так и не получили со времён выхода GTA 5 сравнимый open world вот в таком же сеттинге, с таким же масштабом. Бейте меня палками, потому что RDR другое, а вот в современности чего-то такого нет. Но то, что прикольно воспринималось в 2013 году, очень со скрипом идёт сейчас, то есть, раньше ты такой, ха-ха, они шутят над соцсетями, сейчас такой, блядь, господи, это говно ещё и здесь. Да, но прошло, блин, 10 лет, Макс, ну кому? Да, и игра ровно на 10 лет устарела, поэтому, если вы впервые, есть такие люди, которые впервые садитесь за GTA 5, делайте скидку, что она была написана как злободневная 10 лет назад. Если вы хотите её перепроходить, мой вам совет, просто морально приготовиться к тому, что она реально сильно устарела. Именно в духе своём, именно в своём райтинге. Я так говорю, как человек, которому она очень нравилась на релизе именно этим, именно сценарием. Поэтому просто это то, что надо брать на карандаш. Но при всём при этом, как ни странно, мне очень понравился DualSense. То есть, там он очень круто работает, да. Там как сделана отдача на поверхность, когда ты машиной управляешь. А когда ты заходишь в ночной клуб, тебя шаражат босы. Да, да. Офигенно переданы. Самое большое мое впечатление от DualSense в GTA 5 это вообще не стрельба. А стрельба там как раз вяло сделана с DualSense. Но когда ты едешь на велике, проезжаешь по плитке и у тебя отдаётся плитка в DualSense на велике, как будто ты реально на велосипеде катишь. Вот это было неожиданно прикольно. Поэтому, если вы хотите какую-то игру, которая покажет вам, что DualSense это здорово, попробуйте GTA 5 для PlayStation 5. Американский аккаунт, гифт-карточки какими-то окольными путями. Вполне себе вариант. 10 баксов она стоит. Слушайте, мы немножко с Димой поиграли в мультиплеер. В GTA Online мы поиграли. Мы не то, чтобы даже поиграли в GTA Online. Скажем так, если вы вдруг очень давно не заходили в GTA Online, как мы, ну или там типа изредка там пытались что-то, но не получалось. А у вас там, допустим, старый аккаунт со времён PS3, Xbox 360 и так далее. GTA Online, конечно, очень сильно поменялся, потому что они каждый год там по 1-2 апдейта выкатывают. И сначала они очень долго выкатывали те самые, как вы помните, ограбления. Потом они выкатывали ещё новые ограбления и так далее, и так далее, и так далее. И всё это в GTA Online делалось, конечно же, бесплатно, но не бесплатно. То есть, каким образом? Дело в том, что, конечно, так для тех, кто особо не следил. Дело в том, что практически каждое крупное обновление в игре для своей активации требовало покупку какого-то очень дорогостоящего внутриигрового или предмета, или здания, и так далее. И, по сути, например, мы с Димкой пошли поиграть в ограбление, которое называется Каю Перико. Это обновление, которое привносит в игру новый остров. Он не очень большой, но всё равно прикольно, что что-то новенькое. И для того, чтобы его активировать, ты должен купить себе подлодку. Типа русскую подлодку. смысл в том, что ты, по сути, должен пойти и заплатить 2,2 миллиона денег, что очень много, на самом деле, по меркам игры, потому что такие деньги нужно, ну, если ты участвовал в программе PlayStation Plus, когда можно было раз в месяц до выхода вот этого обновления типа себе по миллиону баксов по сути в PlayStation Network активировать, то в принципе можно было за несколько месяцев набрать эти бабки. Если вы этого ничего не делали, то, конечно, это тогда нужно сидеть и гриндить прям эти баблы, ну, кучу раз проходить хайсты, потому что у меня раскачанный очень аккаунт со времён Xbox 360, у меня, по-моему, что-то 160 левел, и типа у меня лежало, у меня и так куплено до хрена всего, но у меня ещё лежало 4,5 миллиона, поэтому я пошёл купил эту подлодку за 2,2 миллиона, активировал это самое Каю Перико, мы с Димкой и тут мы столкнулись с другой очень интересной особенностью GTA Online. Когда её делали в 2012 году, когда туда интегрировали разные механики и так далее, они, конечно, не думали о том, что будет в 2022 году, что будет даже в 2020 году, поэтому, естественно, они, конечно, не понимали, как правильно делать лончеры, как правильно помогать игрокам преодолевать какие-то сложности и прочее. Вот представляете себе, вот ваш путь, вы должны в городе вызвать специальным образом подлодку, она появляется серпами где, эта самая подлодка, вы должны взять где-то вертолёт или ещё что-то, прилететь на эту подлодку, зайти в неё, это, типа, отдельная анимация, пойти в этой подлодке, найти стол, в этом столе пойти, активировать одну из миссий, эта миссия активируется, вы должны или на подлодке очень медленно доплыть до нужного места, где ваша миссия начинается, или заплатить 10 тысяч долларов местных за то, чтобы ваша лодка туда fast travel нулась, вот, это деньги, которые зарабатываются, типа, в нескольких гонках, чтобы, типа, вы, ну, должны выиграть несколько гонков, чтобы заработать 10 тысяч долларов, вот, как бы, то есть, это огромные деньги, на самом деле, по местным меркам, и вы такой, типа, нет, ни хера, короче, вы берете на подлодке, приплываете куда-то к берегу, поближе, вызываете лодочку, она появляется у вашей подлодки, садитесь в лодку, короче, едите до нужного вам места, вызываете вертолет, подъезжаете к вертолету, садитесь из него, и летите к началу миссии, или садитесь в тачку, или едите к началу миссии, ну, то есть, уже во всех open world'ах эту всю историю уже давно порешали всякими fast travel'ами, которые не пользуются игровыми условностями никакими, уже никаких машин, ничего, просто, типа, телепорт, все, пока, вот, а тут тебе вот нужно заебаться, как бы, потратить кучу времени, которые, как бы, все это решается, конечно, некими условностями, типа, позвонил механику, вызвал тачку, позвонил сюда, вызвал вертолет, а все равно потом приехал, как бы, и так далее, или есть возможность, чтобы за тобой что-то прислали, за деньги тоже, которые ты или сидишь, гриндишь, или покупаешь за реал, что, ну, если честно, конечно, отстой, вот, и некрасиво с точки зрения Rockstar, я понимаю, что это действенная игровая механика с точки зрения монетизации, потому что количество денег, которое они заработали на GTA, ну, просто астрономическое, вот, и поэтому оно работает, они это сделали, потому что оно работает, но, вот эти все истории, что, типа, ты должен, блин, там, в подлодку, туда-сюда, пятое-десятое, то есть, как бы, искусственное увеличение количества времени, мы в итоге с Димкой часа за 3-4 прошли что-то 2 или 3 миссии всего, из подготовки хайста, короче, то есть, это так долго, но... они такие достаточно выматывающие, но, что можно сказать по поводу, как бы, вот именно апгрейда, что, во-первых, конечно, легендарные загрузки GTA Online все-таки стали чуть побыстрее, побыстрее. Заметь, кстати, что это не слишком сильно помогло, то есть, загрузки не моментальные, ну, то есть, разница в том, что они там грузились по... Это из-за нет-кода. По 2 минуты, а теперь грузится там по... По 40 секунд. По 40 секунд, да, ну, то есть, как бы, все равно грузится. Ты же помнишь ту историю про GTA Online, когда чувак случайным образом спалил, что они по JSON какому-то образу ходили и проверяли, какой предмет у тебя куплен, путем перебора всех предметов, типа, и по сути кросс-мэчингом вообще всех предметов в игре и, типа, куплен, не куплен, куплен, не куплен, куплен, не куплен. И они в итоге потом это сократили, типа, загрузки улучшились, вот, но сетевой код работает лучше, то есть, найтись в игре стало удобней, вылетов стало меньше, это правда, короче, но даже в режиме, когда ты играешь 60 FPS с ретрейсингом, ретрейсинг такой, вратенький, знаете, типа, в машине у тебя в блестящей все отражается, но не отражается ни персонажа, ни машины, ничего. Только геометрия. Только геометрия. то есть, по сути, ты, типа, приезжаешь такой на машинке куда-нибудь на стояночку, да, типа, у тебя стоит там, типа, 10 машин, и одна из них в твоей машине не отражается, вот. Ну, выглядит, конечно, тупенько, но, типа, ну, окей, вот. Но прикол в другом, прикол в том, что, помните, была проблема в GTA, особенно на старых консолях, на суперстарых консолях, что, ДД не успевал считывать ваше окружение с той скоростью, с которой вы двигались на условной ZenTorno, там, машине, вот. Так вот, здесь эта проблема частично сохранилась, потому что у вас поп-апы, подгрузки, как бы, ну, то есть, у вас, блин, охренеть, мощная консоль PlayStation 5, и... Игра старая, и есть уже куча игр, где, типа, как бы, видно, что справляется неплохо, так скажем, с подгрузками, с open world, даже с быстрыми полетами, типа, Мэллс и Моралези, да, там, типа, а здесь у тебя буквально в 50 метрах перед тобой, как бы, появляются некоторые предметы геометрии, типа, тени там и прочее, как бы, и ты такой, черт, ну, ребят, ну, типа, я понимаю, это, кстати, фишка онлайна, я думаю, это все привязано к NetCode, потому что в сингле такого нет. Ты знаешь, я видел видосы из сингла, и там это есть, там даже есть еще более худшие примеры, когда я видел, например, начальную заставку, помнишь, который в самое начало, да, и когда там на очень большом расстоянии камера смотрит вниз, и там тени не успевали за модельками машинок, ездящими по автостраде. делал, нет, нет, ты путаешь, делали в тени. Я это видел, я прям перематывал и смотрел. Я тебе скажу, там не успевает перестроиться BHV-дерево, которое работает с рейтрейсингом, там все косяки теней берутся от рейтрейсинга, и эта проблема пропадает в перформанс режиме, где рейтрейсинг отключается, там кривая имплементация рейтрейсинга, это серьезно говоря. Окей, может быть, но я вот играл в 60 фпс, я попробую потом поиграть без... Перформанс без РТ играл. Да, я попробую потом вот перформанс без РТ, посмотрим, может быть... Может быть, ряд проблем исчезнет, может быть, я соглашусь. Но я могу тебе сказать, что, конечно... Я понимаю, что никто из вас не играл в Fidelity, то есть в 4К30. Я играл в Fidelity, я же рассказывал. Ну, ты же, Макс играл в режиме 30 фпс, но красивенько, типа, вот. Я могу сказать так, что они сделали хороший апдейт, который стоит копеечна, и который, на самом деле, довольно легко, как бы там, скачать вот это все, и самое главное, что GTA Online тоже довольно-таки легко скачать. Блин, ребят, ну вы можете сделать себе спокойный аккаунт американский и скачать там бесплатно, соответственно, этот GTA Online. Вот. И играть, конечно, приятнее стало, намного. И я скажу так, что мне реально появилось желание наконец-то поиграть во все эти DLC, потому что там же появился DLC и вот этот с Кайо Перриико, и со всякими другими прикольными персонажами, и там появился наконец-то продолжение сюжетное с Франклином, с Доктором Дре, настоящим Доктором Дре. Вот. И я вот подумал, что я вот хочу вот в это поиграть, мне прям стало интересно, и теперь в 60 FPS с нормальным более-менее графоном ну прям хочется поиграть. Это действительно приятненько. поэтому будет возможность, ну, я поиграю. Вот. Сейчас, конечно, возможности поиграть мало стало, вот, но если что, я поиграю. Короче, я советую, если вдруг вы забили на GTA, потому что ее не обновляли там под PS5, вот, или если вы хотели в GTA Online в какой-то момент ворваться, но вас останавливало, что на PS4 она уже выглядела не очень, и под PS4 Pro ее не адаптировали, не апдейтили, как бы, да, то есть она условно там с 2014 года какой была, такой остался, короче, то вот сейчас самое время вкатиться. Тем более, что, опять же, с американского аккаунта на халяву можете спокойно скачать, мигрировать в ваш аккаунт с PS4 на PS5 и спокойно себе играть. Ну, вот, такие дела. Мы восстанавливаем нашу рубрику, ребят, с лучшими статьями в прошедшем видео. Да, да. И первая статья у нас актуальная от Тимура, она реально актуальная. Ну, тут на самом деле две сегодня будет от меня статьи. Вот. Первая статья это на ДТФе ребята написали очень хорошо о том, как живут геймеры в Иране, Китае и Северной Корее. Скоро мы так будем жить, да. Скоро мы так будем жить. Там рассказывается о том, вообще, об истории, как они пришли к этому, вот, как они из этого выкручиваются, соответственно, каким образом друг другу там игры передают, как они в них играют, как там делают аккаунты, вообще в целом отношение к играм. Довольно интересно, она не очень большая, но хорошая такая статья познавательная о том, как люди с железным заносом играют и как они удивляются тому, что типа, ребят, ну как бы мы ничего не можем сделать с политиками, как бы нас просто в тюрьму посадят, вот, но поиграть-то хочется, как бы, что с этим делать совсем? Ну, типа, вот, вот что делают люди, когда хотят просто поиграть. Если кратко, то пиратка, пиратка и пиратка. Не только. Не только. Ну, хорошо, вторая статья, она тоже, знаете, такого толка, что называется, ну подумать, это какой-то разработчик на ДТФ выложил так называемый Pet Project свой, где он воссоздает Сталкер на движке Doom 2. Написано очень живым, хорошим языком, он рассказывает, как вообще из современных игр от сета переносится в портированные движки Doom 2, какие есть сложности, какие есть плюсы, какие есть минусы, выглядит это все очень странно, но как такое способ, что называется, немного хоть что-то относительно, так скажем, радостно извлечь из этой ситуации, советую почитать, особенно если вы модер, если вы разработчик, всегда любопытно посмотреть, как работают другие разработчики. Я не без удовольствия пролистал, и вам тоже очень советую. Слушайте, я хочу посоветовать вам совершенно крутейшую статью, я вам ее сразу же посоветую на самом деле посоветую вам ее сразу в русском варианте, но там есть, это на Хабре сделали перевод, но у нее есть ее оригинал на Medium, на английском языке, это статья про криптовалюты, про чувака, который является фаундером, он не рассказывает какого, но судя по тому, что он рассказывает, что у меня есть некоторые подозрения, типа, одного стартапа в долине, вот, и он рассказывает, как в какой-то момент решил впрыгнуть в криптовалюты, вот, причем сделать это в криптовалюты, вот, но в том числе и в биткоин, вот, как он решил в них прыгнуть с большой суммы денег, вот, особенно, когда понял, что, типа, биткоин вот второй раз опять сейчас вот прям растет, и вот прям надо что-то делать, и он рассказал, как он это сделал, и как он начал копать вообще в целом в современную криптовалютную систему, как работают биржи, и самое главное, очень интересно, если вы вдруг, как бы, там, интересовались этим хотя бы чуть-чуть, что такое тедер, и что такое, соответственно, криптовалюта, которая USDT, это, по сути, я на секундочку, просто, это типа криптовалюта, которая, типа, сделала компания тедер, которая якобы обеспечена, вообще весь номинал ее, как бы, живыми долларами, ну, то есть, условно, грубо говоря, она привязана к курсу доллара, один к одному, и если существует, стейблкоин, то есть, если, соответственно, существует, там, типа, миллиард этих тезеров, да, типа, вот этих USDT, это значит, что, типа, у них есть этот миллиард денег в реальности, вот, и поэтому, типа, они обеспечены, эти активы обеспечены, и вот он начал копать, очень сильно, там, огромное количество даты собрал, типа, как бы, кучу всего сопоставил, и там довольно интересные, очень выводы, неоднозначные, и самое главное, что, неочевидные многим людям, как бы, и он как раз об этом и пишет, что очень странно, что об этом совершенно не думают люди вокруг, хотя, это совершенно очевидные вещи, которые, типа, вот они на поверхности, то есть, составьте просто 2 плюс 2, 3 плюс 3, и сразу тут они все понятно, вот, и, типа, почему люди этого не замечают, и потом он, собственно, делает выводы, почему люди не замечают, как бы, тоже очень адекватные выводы, я скажу так, что я, конечно, охренел, когда прочитал, и, мое, мое вообще в целом отношение к криптовалютам и так всегда было довольно плохим, вот, сейчас стало еще более подозрительным, вот, и, как бы, я думаю, что, это, знаете, вот как история, в свое время была с МММ, со всеми этими пирамидами, что, все, кто впрыгивают, типа, на раннем этапе, или вообще в целом, типа, умеют это все дело как-то прокручивать, они всегда все остаются в плюсе, но они это делают за счет тех, кто не умеет этого делать, вот, и, как бы, пострадавшими останется большинство, ну, а меньшинство, как бы, естественно, на этом наварится, вот, но почитать там очень интересные выводы, куча графиков, куча, куча интересных материалов, которые, опять же, как бы, все абсолютно открыто, все публично, но просто никто не сопоставляет, там, 2 плюс 2, вот, совершенно, и я как человек, который, ну, много копается в данных, и, как человек, который, ну, типа, люблю доводы логики, как бы, чтобы, грубо говоря, все рационально было друг с другом связано, у него очень адекватный дискурс, совершенно, вот, поэтому, как бы, я всегда вижу булшет, а там у чувака прям все правильно написано, короче, почитайте, это ни в коем случае не руководство к действию, ни, там, какие-то вещи, там, знаете, как говорится, о, все пиздец, нет, просто почитайте, подумайте, как бы, сами в себе, там, в голове, составьте свои собственные выводы, то есть информация к размышлению, ну, да, со смыслом подумать, мы заканчиваем потихонечку наш подкаст, и я вам хочу сказать так, мы очень сильно благодарим всех тех, кто нас поддерживает, и на патреоне, если у вас есть там зарубежная карта, или вы находитесь за рубежом, и на бусти, если вы находитесь в России, да, с российскими картами, потому что за прошедшую неделю очень много пришло от вас писем, то, что не бросайте пацаны подкастом, типа, вы очень важны, пожалуйста, продолжайте, и так далее, и огромное количество людей подписалось на нас, и на бусти, и на патреоне, мы говорим вам большое-большое спасибо, если вам хочется нас поблагодарить, то все ссылки есть и в описании, и в шоу-нотах этого подкаста, бусти.то.слэшзавтракаст, и патреон.ком. Нам даже люди разовые донаты заносили через Donation Alerts, несмотря на то, что стримов было очень мало, и люди даже вне стримов, даже без них просто так разносили разовые донаты. Спасибо вам большое, ребята. И в первую очередь мы хотим благодарить тех патронов, которые нам заносят больше всего и на бусти, и на патреоне, у нас там есть специальный для этого тир, соответственно, от какой-то определенной суммы, я не помню, какая сумма, он начинается, и это в первую очередь кто? Это Анатолий Шулико, Андрей Извеков, Антон Кузнецов, Антон Зефон, Арсений Вайс, Артюшин Денис, Ачинский Локи, Донатас, Денис Бондаренко, Дмитрий Коробенков, Евгений Олипкин, Евгений Богомолов, Екатерина Александровна, она же на патреоне, Иван Лисович, Иван Пузырев, Ильин Егор, Михаил Аронов, Неглавный, но Еврей, Никитос Пивной Насос, Официальный представитель игровой индустрии, Сахалинец, Сергей Язовский, Алексей Пазников, Алекс Довыгара, Алекс Колов, Алвокс, Артем Логинов, Артем Сушак, Артур Галиулин, Артур Васильев, Барсикс, Дарья, Дмитрий Мельков, Дрэгон Мастер, Дрантозавр, Евгений Петрунко, Просто Евгений, Ферзидис, Файречка, пункопопроши.ком, коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, fxfortrader.ru на Патреоне, GoodMorningMorgan, Ходорелф, Илья Кузнецов, Иван Даниленко, Иш, Джек Ванилла, Джек Гермеш, Максим Лебедев, Маскульт, подкаст про историю любимых франшиз, Майкл, Майк Брюханов, Миша Тапкин, Миксу, Монтройгер, Мистер Валери, Нексенсу, Никита Стрельников, Никита Стрельников на Патреоне, Николай Баранов, Панкотик, Павел Петлич, Павел Стариков, Реплей Гейм Кафе Санкт-Петербурге все еще открыты, Роман Космодемьянский, Сергей Гычко, Сергей Язовский, снова Василий, Степан Пугачев, Степан Ракитин, Тью Джин, Валерия Неборская, Влад Лиалин, Вячеслав Шанауров, Вайсберт, Вайзерс, Юрий Шнитко и целых пять завтра шейхов, которые посчитали нужным остаться анонимными. Два на Патреоне и три на Бусти. Спасибо вам, пацаны и девчонки. Это очень круто, ребят. Это очень круто, позволяет оставаться в эфире. Да, спасибо вам большое, что вы нам заносите. Если кто-то все еще хочет нам занести, ссылочки есть в описании и в шоу-нотах подкаста. Я напоминаю вам, что сейчас тяжелая для нас, для всех ситуация и ваша поддержка невероятно важна для нас, для всех. Мы очень надеемся, что наш подкаст хотя бы чуть-чуть, как, в общем-то, нам люди и пишут, что он сможет чуть-чуть поддержать вас, потому что мы, опять же, понимаем, ну, мы делаем то, что можем, вот, мы можем делать контент. Если он вам помогает и чуть-чуть вам помогает отвлечься в очень сложной, тяжелой ситуации, потому что, опять же, нам пишут письма по поводу того, что люди бомбоубежища сидят нас слушают, и это очень ужасно, и мы очень надеемся, что... Все это скоро закончится, мы надеемся, Все это каким-то образом закончится. Все завершится. Что могу сказать? Всем желаю удачи, всем мирного неба над головой, и, в общем-то, до следующей недели. Всем пока. Давайте, ребята, держитесь. Пока! Счастливо, ребята.